Итак, ну, начнём наше собрание участников ОМН. Те участников Евгений Дёнкин, Алексей Муратов, Андрей Мухарьков и Андрей Килин. Значит, ну давайте, ребят, что значит самое навалевшее, самая живопрепещущаяся тема какая? Я думаю, развитие за границей, развитие других стран. Сейчас это очередная задача для того, чтобы показать участникам из России, Украины и быстроговорящих стран, что мы действительно, наше намерение серьёзное, и мы идём без остановки и промедления, и 30 миллионов участников это не предел. И будет 300 миллионов, и будет миллиард, и этот миллиард, естественно, не может взяться из России и Украины. Это другие страны, безусловно. Вот это нужно обсудить, обсудить механизмы работы. Есть несколько вариантов, каким образом позиционировать себя за границей. То есть здесь у нас колоссальным кредитом доверия пользуется Сергей Контилевич Мавроди, и люди знают, что такое в 1994 году было. И у многих сейчас уже меняется отношение, меняется, люди начинают больше задавать вопросов, интересоваться, что же произошло в 1994, и на основании этого делают новые выводы, скажем так, уже свои собственные, и присоединяются к нам. За границей не было, и в 1994 году их интересуют другие вещи. Их интересует в первую очередь системность. То есть, другими словами, бизнес за границей должен иметь три основные вещи. Это идея, план и система. Если нету хотя бы одного из этих трех, то будет сложновато. У нас нужна четко выписанная идея, план и система. Идея у нас есть, она очень хорошая, действительно хорошая. Нужно расписать, разработать план хороший. И что самое важное и самое сложное будет, это выписать четкий механизм и четкую систему. Если мы будем выходить на другие рынки, имея доступную, простую и понятную идею, план и систему, это будет просто молниеносное развитие и очень быстрый рост. Я, возможно, позже об этом расскажу. Там пара базовых формул, которые могут использовать как руководители, так и участники для привлечения как денежных средств, так и новых участников более высокого уровня, чем сам человек. То есть, можно команду строить по принципу карлика. То есть, ты сильный, и ты будешь для того, чтобы не потерять власть, привлекать людей ниже уровня, чем ты сам. Но это будет команда карликов, которая не сможет развиваться в дальнейшем. Есть механизм более сложный, но он на развитие построен. Это привлечение в команду людей, которые в чем-то сильнее, чем ты сам. Возможно, это люди, у которых больше связи, чем у тебя. Возможно, это люди, у которых больше денег, чем у тебя. Больше какого-то опыта практического в чем-то. Но и механизмы взаимодействия с этими людьми, соответственно, они очень сильно отличаются. То есть, когда ты привлекаешь человека, который просто тебе доверяет и верит, это одно. Когда ты привлекаешь таких людей, то тут нужна идея, план и система. А также команда и ее сила. То есть, когда ты не можешь своим кредитом доверия выступать перед одним человеком, то тебе нужно использовать чей-то другой кредит доверия. В данном случае нужно использовать кредит доверия нашей системы, нашей команде. Об этом я расскажу просто. Ни того в такой нормальной виде нет. А ты сейчас, какой статус имеешься? Тысячник сейчас. Тысячник, да. И можешь рассказать у тебя, как там дела продвигаются? Ну, у меня дела продвигаются, я бы сказал, более чем хорошо. Я лично сам ориентацией прямой, скажем, не занимаюсь. Получается, за меня это делают сейчас мои видеоролики в интернете. Мой блог. Публикация еженедельно выходит в газеты, в Винницкая областная газета. Каждую неделю от третьей колонки, полоса, мы пишем новости об ННН. То есть, множество из, понятно, мы знаем, негативных разных моментов. Мы же стараемся на каждой своей странице показать объективные взгляды. Причем, публикуем, как я свои статьи пишу, так и если я нахожу, мониторю интернет, нахожу статьи других людей, различных блогеров, а также журналистов, которые не боятся заходить к нам в систему и делать изнутри исследования, какие касательно развития. Значит, я понял одно. Если выстроить именно простую, прозрачную и понятную систему взаимосвязи ниже стоящий, вышестоящий руководитель, то структура развивается с очень быстрой скоростью. То есть, каким образом это у нас построено? Существует блог-спот, такой сайт, который создает бесплатные блоги. И там можно выстраивать настройки и ставить, что блог закрытый. И вот мой десятник, который принимает вклады, у него есть закрытый блог, который я могу смотреть я и он, больше никто. И вот, например, сегодня, допустим, в 3 мая, вот сегодня к нему пришло 5000 гривен или 1000 долларов, он письмо участника, который присылает свою квитанцию, и скринт своего банка подтверждения, что эти деньги зачислились на счет десятки, он выкладывает на этот закрытый блог. Соответственно, в дальнейшем, когда через месяц или через два он запрашивает меня подтверждение на вывод реферальных, просит вывести, я захожу на этот блог и смотрю, откуда эти реферальные возникли, проверяю это число, очень удобно в блоге, то есть там идет архив блога, любое число открываю, и я могу посмотреть на это число, какие были входы, какие суммы, а также, когда он делает выплату кому-то, то же самое, он делает скрин экрана, то есть полностью вся хронология. Также еженедельно на блог выкладываются скрины всех счетов десяток. То есть можно на любой момент времени, на любой день посмотреть состояние, как в прошлое, так и теперешнее. Это касательно взаимодействия вышестоящих и нижестоящих. Также эффективно работают еженедельные конференции в скайпе со своими участниками. Там сейчас на вводе выйти можно? Да, я думаю, мы можем, если он за скайпом, то мы сможем выйти. Какой здесь пароль катать? Сажали, только на один компьютер. А как он отмечает? Потому что макадрис здесь? Это задреша только один, да. А технически как они могли это делать? Технически получается, пин-код вводишь, пин-код вводишь, пин-код вводишь, пин-код вводишь. Нет, вводишь, вайфай наобличает пункт вводишь. А где? Вот он, да? Редисом вайфайном? Да, да. Тут еще елка есть. Вот этот пин-код на сеть, сейчас скажем, называется просто рейдисом. Я не знаю, или он не пройдет. Еще, может, ты исходи с ним. А, минуточку. Написано, оно защищено. Но оно не защищено, но ты потом в правой рейдис должен ввести вот этот пин-код. Сейчас я адресирую свой скайп. Есть. Сколько дать, а? Ну, за сутки. А. Слышно. Такие вот дела. То есть, в принципе, да, РБ нам нужен, потому что у него есть уже наработки по системному, автоматизации всех процессов. Мы немножко избили тебя с мысли, потому что я просто хотел дать технический вопрос, только если можно было с РБ нам найти. А так, это сейчас, конечно, основной вопрос, один из основных вопросов. Как система в общем будет развиваться, как ее развивать. И из ключевых фигур, как мы считаем, это РБ, у которого есть автоматическая система учета и контроля. Ну, вообще, вот когда было совещание Верховного Совета в Екатеринбурге после митинга, и тогда мы тоже этот вопрос, когда был острый вопрос стоял с кабинетами, мы, значит, сказали, что через неделю будет этот вопрос решен, и одновременно говорили о том, что как минимум в трех ячейках есть самостоятельные разработки автономных кабинетов и автономных учетных программ. Типа банка. Типа банка. Ну, буквально, по-моему, тоже не третится. Ну, реально, сейчас об этом речь, буквально она уже загружена на сервику. Нет, таким людям дали доступ. Занимается антонизацией. Она лучше, Марка? Алло. Предполагается, что да, потому что она позволяет в онлайне видеть ежедневные отчеты состоящей структуры. То есть, недельные отчеты перестают быть необходимыми, потому что каждый руководитель видит ситуацию. Конечно, конечно, не заниматься очень новой санкеткой. Плюс она полностью синхронизируется с... Я просто вруминге сейчас, можете связаться со мной, пускать был я в Москве, мне немножко неудобно разговаривать. Марк, он обстановлен полностью, он не синхронизируется. То есть, база не работает, он только угружает отчеты. Он синхронизируется. Марк синхронизируется с... Да, нет. То есть, он может свои карты загрузить в кабинет? Нет. Потому что это может. Тут достаточно ввести ее, а потом просто делать экспорт фургалочный. Марк, он... Что он делает? Марк, короче, очень удобен тем, что, например, руководитель с любого ранга, с любого абсолютно, может дойти до последнего участника. То есть, вот я как тысячник, я открываю сотника, вижу его десятника и его участника в его десятке. Открываю его десятника, открываю участника и вижу полностью, короче, его приходы... Нет, 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 нет. Ну, это в комитете 9 тоже может последить через... Нет, через перевод. Через там... Через перевод, через суток. Перевод, это мусисток, ду, не полностью. Какой у нас не есть только? Это надо доказать. Я это пойду, у меня на суток. Это не видит, это тысячник, это не может видеть, потому что у него структура на 3 уровня только. Это может видеть 10 тысяч, а выше. Поэтому, думаю, это может быть и люк, как бы, нет, потому что у меня здесь уже количество участников столько-то, а я их не вижу. И я не вижу, вот я вижу десятника. Дальше все, десятник, под ним ничего. Все, понял. Марк меня видел. Я летал в Красноярск, мне показывает, там все на Марке сидят. Ну, вот это лучше, да, который сейчас в Гвардии. Знаешь, что лучше? Я их еще не видел. Так, где нам? Стоп. Подлетаю. Ну, ты не знаешь, как это делали. Способ онлайн-телевидения. Можно прямо отсюда сделать канал и могут насмотреть. Тысячи людей. Я об этом говорила. Мы же... Я в Индии, у меня конференция, там каждые 3 дня будет расписана конференция, таким видом, от 60 человек и выше. Именно конференция между... Там присутствуют только десятники, руководители уже подготовленные, и потенциальность ТВК этого штата. Там, например, 10 тысяч, 100 тысяч. И таких, как я сказал, человек 60-70, ну, я могу показать видео. Правильно. И как раз онлайн-конференцию, люди, которые здесь у нас смотрят, здесь у нас участники, они видят будущее. Конечно. Это человек. Они же этим и берут, тем, что на них приходилось все больше и больше людей. Они видят, что идет движение, он постоянно мотивирует. Люди, брошенные сами на производство любви отдельно, они не мотивируются, не ослабливаются. Это нехорошо. Так что такие вещи нужны. И нужны они именно через онлайн, потому что мы же можем проводить конференцию сразу во всех городах одновременно. То есть будет обязательно неохваченная область. А тут они выходят в интернет и видят, что идет движуха, что все в порядке, что есть будущее, есть перспективы. И они это и видят. Ты помнишь, в Нижнем Новгороде, там зал-то было всего на 250 человек. Не так много. Но нас смотрели еще 700 человек через интернет. Все, тысячи человек аудитории. Причем 700 только потому, что не успели предупредить. На сайте Пантелеича не успели выложить информацию о том, что будет вещание. И передавали друг к другу. Так буквально. То есть в зала прям. О, нас вещают. Так быстро-быстро звонят. Так, слушай, там включай, какой-то сайт заходи, будешь нас видеть. Вот таким образом по скайперу скидали. Прямо на лайнерке бежали народ 700 человек. Без всякого предварительного уведомления. Ну, что это? А если бы знали заранее, то бежало бы больше. У меня же такая ситуация была. Вот здесь я приехал сюда, в Россию. У меня там в Курске потекла структура. Декларации, что там дотерели, ну, нас отменили. А вот они, в этом участке, там, завозмущались. Вот там, 8,5, 40. Все разваливается, разуменьшает. Как бы это вот на этой ковой почве. Плюс там другие структуры проблемы не выплачиваются. Они же читают это все на сайте. Надо забирать деньги, тем более пока платится. А мне платится в течение одного дня. И вот это все понеслось. Смерть будет везать, говорит, пошли отток. Приехал куда, говорю, во-первых, продолжается их платить в течение суток. И сразу демонстрацию в городе, конференцию. И когда все, показал видео, и тогда все. Лукер, Бен, у нас тут общее совещание в Москве. Хотели бы тебя тоже, чтобы ты участвовал по скайпу. Можешь выйти, чтобы мы связались с видео? Да, да. Только я сейчас везем, как-то, что вы здесь сейчас поделите. Так что вы приняете сейчас. Хорошо, ничего страшного. Я вот в онлайне на Бирамена. Он в семье привез, да? Ну да. А ребенок в детском садике? Ну, не знаю. А сколько сейчас времени пока снимал? А потом в школу? Полет 7, наверное. Вечер? Приехал, провел конференцию, демонстрацию, все. Сворор руководителя, потому что показал видео. Вот, на 1 неделю. Вот только все закручивается. И там через 2 месяца у нас будет негаличен источник средств. Там денег войдет, будет там. И даже если здесь что-то в Индии случится, индийские сетевики сказали, что они точно такой же проект запусят. Если даже он рухнет вообще во всем мире, они в Индии его повторят и запустят. Поэтому если даже не здесь, там будем в Индии участвовать. Понимаете? Это просто будет упущенная выгода на какой-то период, там, на 2-3, на 3 месяца. Даже люди, которые здесь потеряли. И все. Совершенно другая атмосфера, другой климат. И совершенно... Вы знаете, при любом рухнет, потому что вы помните, это значит, что вы вращение. То есть при любом распаде может произойти все, что угодно. Измениться пусто, вернуться при загрузке системы, вернуться все... Ну, и в единицы, неважно, она не умная. Это для других. Она уже может жить, уже все подлинно. И люди никуда не денутся. И связи между ними уже никуда не денутся. А на сеть только будет расти. Это сеть людей, это уже деньги, уже вторичные, уже на данный момент. То есть что бы с ними не случилось, неважно, сеть уже никуда не денутся. Я говорю, что на сегодняшний день я могу им это социально-то дебомом, 21-й век, вот как я метрофану говорю. Что не будет ММ, будет ДТТ, ФУФУФ, как бы... Да, нет, да. Ну, в момент, как раз, вот эта вот сеть, это есть кирпичики банка 21-го века. Это сейчас, да, нет. А дальше это связи социально. Если не МММ, то будет другое. Это правильно. То есть все равно кто-то эту нишу займет, и кто-то эту потребность реализует. Она есть. Она в мире есть. Если в 94-м, она может быть была только в России, а в мире я не чувствую. Сейчас чувствую, то есть нет. Сейчас огромная разница в сравнении с тем... Причем, вот, чем отличается, как бы, Индия, то, что мне надо было делать. Вот, когда я приехал, совершенно другая атмосфера. Вот как у нас здесь, мы тогда обсуждали по политическим партиям, каким образом там заходить, там, политику, что в России, что в Украине, оно политическое пространство приватизировано в существующем партии. И как только ты сейчас зайдешь в свои партии МММ, будешь заходить, они все объединятся против тебя. Все им будут противодействовать. Потому что, и поэтому здесь нужно их расшатывать изнутри. То есть членам этих депутатов их уже перетягиваются. Это не значит, что смысл иметь отдельную партию. Зачем? Для чего? Да. Смысл нет. Нужно... Когда я проталкиваю к выбору, а не споро теперь? Могут ли, допустим, это актуально, это выставка этого месяца. Я прогрессируюсь. Про Россию сейчас... В России региональные выборы сейчас губернаторы меняются. А по другому не мешает, конечно. Только делать это нужно тоньше. Могут быть наши предстоители. Вот это видео уже еще никуда. Надо опускать. Да, можно выпустить. Мы говорим про политику. Да. По поводу... По поводу... По поводу меня, ну, в общем, с миллионника меня сместили. И где-то почти уже месяц назад. Ну, в начале месяца, в начале... Точно не помню. Короче, вот в начале апреля. Вот. За нарушение там не вовремя сдавал отчеты, жалобы были там сразу разного уровня участников. И простые участники, руководители там, жалобы с нами. Ну и вот. И, короче, сместили сначала сотником, сделали, потом десятитысячник, сейчас снова десятник. Вот. Полностью структура перешла к моему заместителю, кувановскому. Гвардия все сохранилась, она по-двановски. Вот. А мне, как бы, дали шанс заново начинать, новую совершенно структуру устраивать. Вот. Ну я вам на своем сайте вывесил, с первого мая начинаю, значит, создаю новую структуру, новый легион МММ называется. Это был мой новый структура. Но... Как называется новый легион МММ? Да. Блин, это да. Я очень знаю. Ну, можно просто легион. Короче, был гвардеец, стал легионером. Да. Бладиопр. Ну, в общем, вот так. Ну, мы там вклады есть, но они как бы под вопросом, непонятно, там решаются вопросы. Потому что на самом деле там уже больше миллиона долларов. И многим, наверное, неинтересно, чтобы я этот миллион каким-то образом имел воспользоваться. Вот. Ну, это ладно. Там деньги это на втором, на третьем счету. Сейчас просто мы думаем, вот мы собираемся, ну, вот самые активные люди, Женя, Алексей, Андрей, Маховиков. Вот. И у многих, значит, в своих предложениях как развиваться. И мы считаем, что, вот, допустим, твоя программа очень важна. И вообще, твое, как бы, видение вопроса нам интересно и важно. Вот касательно автоматизации вот этой вот, я говорю, вот как, может, расскажи чуть больше, как это сделать. Чей, твой или мой? Твой. Ну, а я не понимаю, читал вообще или как? Что-что? Я, кто-нибудь изучал, то читал вот парень. А, сейчас я сделаю. Алло. Ну, из присутствующих нет. Алло, где его сейчас? Ну, я раз смотрел. А где он? Ну, у меня программист мой изучал. А, нет, еще я не видел. У меня сейчас просто переговоры. Да. Давай, давай попозже. Да. Ну, сейчас небольшой откат. Было тепло в выходные. Сейчас чуть похолодало так. На солнце, хорошо? А в тени ветер сильный. Мы сейчас переговоры проведем. У нас тут комбинатор, этот самый, химический, ваннук, поэтому осадки такие, в виде пыльцы зеленой. Да в Москве здесь. Уже несколько дней. С параметры комбинатов? Серьезно. Всем впаривают, что, СМИ впарят, что, выброс пыльцы. Да, да. В связи с ветром. Это хрень полная. Комбинатор. Погода хорошая, но есть пыльца. Зеленая пыльца. Я тоже слышал, что это... Позвонили, это химия рукой. Благодаря МГЦ, планета стала зеленой, и у нас не надо поблагодариться пыльцу. Ну да, вы сказали, из-за необычной климатической, короче, обстановки, вдруг все, это самое, деревья, одинаковые породы, одновременно выпустили свою пыльцу. Ага. Там и липы, и тополя, полная и березы. Одновременно. Спасибо, зеленая пыльца. Реально. Это авария за химическом кабинете. Понятно. Так, смотрите, в общем, если возвращаться к еде с штукой, то, в общем, я тут сидел, думал, и видел такую тенденцию, ну, и в своей структуре, и вообще во всех структурах, которые я подробно, что происходят всякие спойки, соответственно, спойки происходят на уровне руководства структурного, там не суть, почему они происходят, это просто это происходит. Плюс, также поставили тут жалобы, куча жалоб, они тут на всех подряд, в том числе, у кого я на 3 дня, там кто-то не отвечал, меня засыпают письмами, мне это разбирать вообще нафиг, все неохота, просто, ну, я не хочу тратить всю свою осознательную жизнь. Ну, раз порчи, их джалоб. Поэтому, была продолжена такая ситуация, что полностью политическая система путем роботизированного логовитма или коротко РАК. Что такое РАК? Это, короче, мумулятор человека, который фактически заходит на страницу клубовая интернет-банка и совершает определенные манипуляции, которые ему заложены. А, соответственно, человек, пользователь системы, имеет две пластиковые карточки, которые зарегистрированы в системе, на одну пластиковую карточку. Он кладет деньги, они автоматически пересчитываются там в лавру. Вот. Ну, персональные единицы мы их назвали. Почему? Потому что, тоже с цельной налоги важен в момент, как бы вот эта вся система расстроится таким образом, чтобы меньше было докопаться. Ну, то есть, койку говоря, нет фекла, нет никакой валюты, есть персональные единицы. Есть некое, вот так, вчера в отношении говорили, значит, социальное движение, там, или социальное сообщество, там, финансовая, социальная сеть, то есть, это все, все люди говорят, да, мы в социальном движении, какие проблемы. Помогаем, в социальных взаимоотношениях. Где мы нарушили закон? Статья 39, нескольте вообще об этом говорить, что мы должны помогать в социальных взаимоотношениях, выстраивать. Вот мы помогаем. Деньги, которые мы перестали в этот круг, это деньги с сантовой платы, с которыми мы уже налог заплатили. Что вы от нас хотите? Ну, это вот касаемо, вот, юридического аспекта. А что касаемо технического аспекта, то теперь не есть тихи, никого нет, у руководителя. Есть группы пользователей. Все, все группы пользователи. Вы пользователи, семью уровню, реферальная программа, соответственно, они получают, в общем, уровень, там, кучу реферальных бонусов, которые там, один процент. Квартические карты зарабатывают как сто тысяч. При этом он ничего не делает, он не подкрывает две пластиковые карточки. А по определенным банкам, с которыми работает этот блок-потестированный алгоритм, на одну карточку выкладывают все деньги, ему сразу они автоматом пересчитывают, у него в телефоне клиент стоит специальный, в котором закрывает необходимые данные. У каждого человека есть уникальный персональный блок. Из этого кода система не поплатит, система просто закрыта. Вот только все построение, реферальных цепочек, на данной серии. Если у человека нет реферального кода, чтобы попасть в систему, значит, он заходит на сайт, который является сайтом пользователя системы, и там получает эти реферальные карты. Потому что там доставляются реферальные карты участников, то он может выбрать любой, какой ему нравится, там, наугад, или там, родновно, или любые удодители. Использует вашу реферальную карту, соответственно, вашу реферальную карту. После перечисления автоматическое денег, когда вы их положили на счет, то есть там каждый банк онлайн, каждому клиенту, точнее, каждому пользователю системы, он проверяется автоматически, там, полтетом определенным, вот этим роботом. Соответственно, он все определил, то есть каждые 6 часов там определения, он определил, что ваши деньги зачислены, пересчиталось автоматически вот эти персональные единицы манра, и они у вас растут процентных денег. Растут они у вас процент в день, чтобы была симметрия, чтобы ровно было 13 месяцев 28 дней. То есть все ровнее, например, очень даревнее, как было там 39-го, где нет, ничего, всегда 28 дней, ровно 13 месяцев в день. Один день, он как бы вне времени. 365 дней, дальше. Ну вот. Потом получается, какая история? Вы хотите вывезти обратно, вы в своем телефоне выбираете сумму, не выбираете количество пострадей, единицы, которые вам надо продать. нажимайте кнопочку. И на вашу вторую карту, которая у вас вторая карта, есть в инфекте, сразу в какой-то день. Вообще сразу. Это зависит от того. Битание. Я же говорил, Битание. Хочу Битание. Удавил. У нас же корешка. Тебя вернулся. А, в ключ. Ё-мо-й-мо. Так. Рекламная пауза. Тебя вернулась. Алло. Да, что-то обрагалось. Да, все нормально. Включай видео. Сейчас. Я просто хочу. Сюда вот. сделала, как вы сделали. Рубен, А у тебя, ты, ты, это самое, с ПСП, он отправлял это, нет? Да. А че он говорит? Слушай, но он молчит. Просто он все в курсе, но молчит. Как впечатление, сейчас он вообще всю эту историю отпустил, короче, на своих руках. А с кем-нибудь там, с Тонковитка, с Ясуповым? Все в курсе. Ну, у Ясупов нет Тонковитка в курсе, Константинов в курсе. Банис в курсе. Ну, Ясупов тоже в курсе, но не в подробностях. Угу. А так ты с Ясуповым нормально так? Ну да. Ну, в принципе, ты со всеми нормально, да? Почти. Ну да. Понятно. Слушай, Леонид, просто смотри, какая история. Тут ситуация такая. Все на самом деле крайне просто. Никто, кого не пытает. В общем, я председатель еще написал такую историю. Я не написал цедель председатель, я украл вашу цель и идею, короче. Мне тоже интересен апокалипсис. Вот. Я хочу к этому апокалипсису прийти качественно, быстро, в общем, и легко. А я говорю, ну, вижу проблемы, системные ошибки. Я ему все написал прям по чесноку в письме. Понимаешь? Я говорю, нужна полная автоматизация, бла-бла-бла. Он мне там ответит. Ну, типа, пришли, я посмотрю. Ну, я вам все пришлал, все объяснил. Как я вижу все. Что, зачем, почему. Все. Ну, как-то тишина. Я вижу, что все это дело шатается в моей карты. Оно не шатается в моем проекте. Оно идет слишком медленно и слишком много тратится на это время. И силу для того, чтобы это поддерживать. Соответственно, я просто решил, что нужно сделать автоматизацию. Всем об этом сказал. Сделал так, чтобы, блин, были лимиты на пополнение вначале. Почему? Чтобы, блин, и в МММ плавно как туда перетекла. То есть сначала ты больше ста тысяч положить в нее не можешь. Первый месяц. Того начинается с нуля, и каждый месяц увеличивается пополнение. То есть сначала ты 100 тысяч положишь. А так как ты на себя больше ста тысяч положить не можешь, а ты знаешь, что когда это не старт фактически, или запуск параллельной системы в любом случае, потому что плату не перенести, то ты понимаешь, что на полтора года эта история вся работала. Ну, это факт. Да, не будет просто спорить с этим. Безполезно. Это факт. На полтора года она работала. Соответственно, эта система будет работать как минимум на работу. Вообще просто. Понимаете? И получается такая система, что ты видишь, что там есть семи-уровневая реферальная программа, и даже если ты приводишь в четвертый день, ничего не делая, просто трех. Каждый приводит трех. То есть три на три. Виталий Иванович, я сейчас в Москве пробую. Я не могу вам убить время. Давайте мы с вами свяжемся немножко позже. Я буду ждать вашего банка через 3-4 дня. Хорошо? А еще и 6-ой, 5-ый, 4-ый, 3-ый, 2-ой, 1-ый. И все это, видите, конечно же туда пойдут пробовать даже. Просто типа по принципу, не плати яйца в одну годину. А когда они попробуют добавить хоть луто, просто и легко, они начнут туда ломиться. Но проблема! Для себя больше с задачей не положить. Ну что делать? Рады распихивать деньги. С одной стороны, то, что Рубэн начал рассказывать в начале, мне прямо напомнило, ты прогноз на аэро-глоба смотрел, декабрьский, 25 декабря. Рубэн, ты смотрел прогноз Тамары Глоба, 25 декабря, который там в Питере, там интервью брали? Слушай, ну на самом деле, мне этот прогноз показали 3 дня назад, я чуть не упала. И просто ты начал именно с персональных данных, например, один в один по прогнозу по этому. Да, короче, в Питере я не про прогноз слышу, но поздно, я уже когда-то эту штуку написал, мне говорят, слушай, это, наверное, про нас. Он у меня с декабря лежит на сайте, на моем, первой новостью везде. О чем с вами? Ну, она как бы не понимает, что она говорит, она говорит, что придет в мир новая финансовая система, она сейчас как бы мало известна, с начала года, ну, 12 года начнет набирать обороты, вот. Ну, а летом мы начнем уходить от вещественных денег, вот, политически, как бы тоже ситуация будет меняться, придет очень много молодых лидеров, новые лица, причем затронет это вообще весь земной шар, не останется ни одного спокойного вулка на земле, куда бы это ни зашло, этого не коснулось. Вот в таком его плане. Вот. И там, это будут электронные деньги, персональные, это, кто не сможет снять, и вот прямо вот рука начинает говорить именно этими словами, как бы, в поступлении в начале. Вот совпадений очень много, совпадений очень много, я тогда, вот я вам сейчас скину такую штуку, это все совпадения, которые я, ну, вообще, то есть, заметил, а совпадения, это вот, да, хреничьи, вот, по поводу вот этого, чего я вам говорю, просто, даже в Библии я нашел, вот я вам сейчас скину вот эти штуки, там файлы какие-то, там, Женя примет вам, ну, на флешку скинет, я даже в Библии не нашел, короче, вот эти темы, почему-то получилось так, что у каждого будет персональный контакт. Вот три буквы, шесть цифр, и, а потом, нет, такую тему, читаю, просто попадает в простоте, что решит упасть не может, а статья написал кто-то по поводу системы МММ, и там про Афокалипсис, смотряй, вот, там, Задеев, еще затронул, и там такие темы, тему, такую читаю, и положено хоть на правую руку их, или чего их, чего люди в правую руку решат телефон, ну, у меня сразу догонится, и положено хоть на правую руку, кто писал, может быть, что-то видели, ну, вот так вот, ну, как вариант, можешь, а на правую руку телефон, а на чего им это придется, правильно? Ну, от телефона чего у тебя на голове у тебя придется? То есть они имеют какая-то взаимосвязь, и говорили, что будет положено на правую руку, или ничего им, значит, а дальше, и кто не имеет имени его, или числа имени его, тот не сможет продавать, продавать, два, 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 два. А что такое имя его, или число имени его? То есть оба цифры, понимаешь, от персоналя, ну, то есть это все вот так вот, причем эти мусы приходили, я просто читал, это уже после того, как я написал, все в кинотеизацию, так все уже просто, эти 13 месяцев, это вообще металло, эти 13 месяцев, оказывается, есть, это вообще был прикол, я когда писал 15 месяцев, я думал, есть умный календарь, а я не знал, что умный календарь на 29,5 дней, я просто знал, что умный календарь есть, там, 12 месяцев, и так, у него, ну, 13 месяцев, наверное, 28 дней, чтобы все ровно, как было, ну, и все это описал, а потом мы встречались с парнем, мы говорили, с мужчиной, ну, я рассказывал всю эту историю, он говорит, подожди, умный календарь на 28 дней, так вообще взял это, 29,5, а я все, следите за луной, и, короче, там плавала, там плавала, там плавала, да, вот, а оказывается, 28 дней, 12 месяцев, это фрактальный, солнечного, лунный календарь, майя, и потом я начинаю обращаться и посчитать вот эти всякие пророчества майя, и там, короче, говорится, что будет конец календаря в 2012 году, с пятой солнца зайдет, и крах цивилизации, и потом я понимаю, что, блин, правильно, если мы все сейчас начнем работать на автоматической системе, которая работает на другом календаре, то со временем, люди, которые в автоматической системе перейдут на календарь, 13 минут, причем вообще прикольные, там столько всяких порок, вообще, ну, нормальный календарь, как такой, соответственно, календарь, и календарь, как и календарь, как и календаря, солнце костная цветет, а не календаря светлый, выставляете слову календарем, и календарь цивилизаций, правильно, briandaritet меняется у людей, всего цивилизация в нашу боль приходит волная, боль вам проявляется в 2012 году, я так понимаю, что это устраивает, ну, да, кое-что, и при чем, наконец-то всех устраивает, да, да, отлично, вообще, ну, Кто за такой конец летом присоединяется? Я в Москве, я деньги там оставил, все равно не свяжется, нам передать за два месяца. А это самый пацан? Да. Как зовут? Дядя. Ваши дядя. Эй, ооо, привет. Привет, смотри, смотрит. Как зовут? Даниель. Даниель. Красавец. Ну смотри, сколько ему? 4 месяца. Круто. МММ ребенок. Так МММ вообще-то главный. Здравствуйте, МММ. Вот, поэтому я что думаю? Я думаю, что это, на самом деле автоматизация, она хорошая вещь. А там ребята пашут вообще как, баллы просто, все понимают. такие дельные, нормальные пацаны. А вот это, там вот в автоматизации все прям подробно описано. Прям все вообще дословно. Как там? Там форма покаяния. Например, денег украл из системы, хоп, тебя сразу автоматом отключили. Вот, потому что проект идет. Хочешь обратно вернуться, значит кайсит. Че, пишешь форму покаяния, а почему украл? А все остальные голосуют. Ну, пользователи. Будете ли вам как-нибудь поменовать? Если больше всего за то, чтобы восстановили, тебя восстанавливают. Не восстановили, но все эти месяцы, опять же, и думай зачем. Ну, всякая такая. Ну, нам же надо общество строить. Ну да. Менять, менять, к лучшему. Да, да. Слушай, а вот, чтобы вот эту систему внедрить, что нужно? Слушай, да ничего не нужно. Через неделю начнется регистрация, а то мы это творим. Ну давай, стой, смотри, мы планируем вот с Алексеем, может, сможем тебе вылететь и туда. У меня паспорт с собой, в принципе. Что нужно вообще? Слушай, ну, нужно купить билет и все. Я сегодня забронировал там домик и это самое. Помнишь, где мы рыбачили? Мы сегодня поедем туда. Вот, а потом к тебе ребята полетят. У меня заграны нужно. Ну, мы будем с Кимом тогда по скайпу, а там с тобой сядем, обсудим ее. И плюс, я тебе сейчас, вроде бы, письмо пришло, я тебе сейчас перешлю по Европе. И плюс вот этот вот парень, короче, он там сейчас отдал паспорт на визу. Но я ему, ну, как бы написал, сказал, чтобы он забрал паспорт, чтобы он мог вылететь к тебе тоже. Он там, у него платежная система. Он вообще занимается именно платежными системами уже много. И, как бы, может, что-то подскажет тебе, а ты, может, что-то подскажешь ему по поводу этой автоматизации. Ну, он говорит, что, типа, можно вообще иметь полностью свою платежную систему типа в обмане, короче. Ну, которая бы работала по всему миру, и, там, денег за нее сейчас пока немного просят, там, порядка, что 300 тысяч евро. Слушай, да, вот, ну, короче, вот платежная система, я тебе расскажу, там, в этой системе вот автоматически, там есть, как бы, вторая часть. Из-за того, что там количество единиц увеличивается, то есть 1% количество увеличивается, а не цена их растет, то цену можно фиксировать к валютам мира, постоянно, на уши. И, таким образом, это будет типа аля Форекса, когда ты можешь, грубо говоря, покупать в одной стране персональные единицы, по ходу отправлять в другую часть, потому что там будет сразу по существенному расчет между участниками. Ну, то есть, грубо говоря, у Андрюхи персональные, там, вход, например, ААА, там, 0,0,0,0,1, а у меня, там, какой-нибудь, там, BBB, там, 0,0,0,0,0,2. Я, когда набираю, вот, персональный, выделяю количество персональных единиц, нажимаю, и они сразу появляются на него в кабинете. Сразу. Он их может уже обналичивать. Соответственно, если мы сделаем в некоторых странах, с ним будет покупать персональные единицы, то тогда, когда люди это поймут, они будут в этой стране покупать персональные единицы, в другую страну их пересылать, те будут обналичивать и с той страны через платежную систему или какие-то банковские переводы слать в другую страну деньги, чтобы они их опять купили, переслали, там обналичили. А для системы это будет как, выгодно, невыгодно? Для системы? А для системы это без разницы, деньги-то крутятся все равно. Какая разница, в какой они строительство находятся, они же внутри системы. А тем самым мы зато можем наполнять экономику страны вообще по полному просто предмету. То есть вопрос в том, где они тратят. То есть если все деньги хранятся условно в системе, через год, там через два, то вопрос заключается только в том, на что эти деньги тратят люди. Если они покупают в какой-то стране вещи или еще что-то, нам без разницы. Нам экономику страны подняли и походят дальше. Ну то есть это уже потом, это не прямо сейчас, это вот сейчас, через год, надо сначала подключить бригад народу, чтобы много было денег внутри стран. То есть, ну грубо говоря, мы видим, что там бюджет в Америке составляет на несколько миллиардов долларов. Там бюджет в России, да, действительно, должен на несколько миллиардов долларов. И тогда уже можно вот при помощи вот этих межконтинентальных пересылок, персональных единиц, соответственно, как бы направлять денежные потоньки в страны, которые нам необходимы. надо там в Россию поднять, мы отправили в Россию. Ну вот сегодня мы были на вокзале и услышали, там я... Свечной заводник, Сайтушина, без уважения. С Алексеем говорил про это золото, ну про проекте Энболдикс этот. И услышал чувак, у него тут где-то привозки в Уфе, короче, три тонны золота там. Сразу три тонны золота нам предложили, говорю, пилите, Женя, пилите. А вы, кстати, если к Ясупу поедешь, как раз и это, предложили, там уже в Уфе себе это делал. Ну да. Ну так вместе поедем? Может мы все вместе поедем к Ясупу? Ну так, а ты с ним общался? Как он, приедет? Сейчас буду общаться, он сейчас там наконец-то до банка созрел. Вот. Ну раз созрел. О, слушай, хотел заодно спросить, а вот, короче, у меня сотник делает фиксацию денег, так? Прикрепляет скрины банка. Ага. А как я могу эти скрины видеть из своего, от Стысячника? Слушай, а там есть такая функция, ты там заходишь и смотришь своим. Выбираешь, я не помню, там где, там где там деньгар. Да? Да, есть такая штука, ты там выбираешь, а эти... Мы же поделись экраном, покажи, как вот посмотреть фиксацию сумм ниже стоящих участников. Фиксацию вот этим процессом. А он здесь по структуре все уходит, что-то там смотрит, составляет. Ну а в связи с новыми этими изменениями самому себе это как тебе выплачивают? Ну а в связи с новыми изменениями твои реферальные как выплачивают? Мои реферальные? Ну? Ну мне выплачивают с параллельной структуры как? Ну так быстро, нет проблем. Слушай, ну так как эта структура тоже под моё управление, то да. Ахахахаха, ну круто. Ну ты... Ну смотри, ну смотри просто, вот да. Это... Я вам просто объясню, чтобы понятно было, почему вообще. Это знаешь, вот есть условия определенные, да? Ну, а люди, например, ну они мошенники. И вот одни условия, они по-другому нашли. Другие условия, они по-другому нашли. А те люди, которые не мошенники, они видят, что вот эти условия, они просто для того, чтобы люди меньше химичны. Это всё понимают, а это не жизнь усложняет. Ну, потому что смотри, гипотетические, я могу так сказать, смотри, урок. Вот он у нас 10 тысяч. Я все реферальные тебе отдаю в критерии с процентами. Похоже я так сделал? Ну просто, я все реферальные отдал ему. Он говорит, хорошо. Я говорю, ты, то есть реферальные могу там посчитать, как я тебе отдал. Скажи мне сумму. Я, короче, скажу тебе и конкурс. Я же буду водить. Реферальные я свои отдал, как бы они не мои. Он говорит, там сам считает, что-то говорит мне сумму. Я ему свои реферальные выплачиваю, он их получает. Неделю юзает, через неделю отдает мне. Возвращает долг. Всё по правилам, по правилам. А как это можно? А как ты им понял? Ну не понял, а ну расскажи, что прикольно. Ну можно, мои же реферальные, мои. Ну да. Правильно. А как ты их списываешь, переводишь? А вот списание... Ну нет, у меня их спишут, у меня их спишут в моем кабинете, все нормально, как спишут мои реферальные. Кто-то не едет в инстанциях, если у тебя он спишет. Прием, да, в госпит, он там что-то посчитает и спишет. Уже мне некогда считать. Он скажет, там у тебя 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, у нас же. Я говорю, ну а стоящий будет 50 тысяч рублей, я, короче, отдаю тебе долг. В 100%. Ты же не можешь, ты же не можешь в своем кабинете списывать свои же бонусы. Только вышестоящий его руководитель это может делать. Подожди, это в прямом кабинете БК? А, да. Ну мы сейчас промарки, а так как нормарки, мои ветки никого нет. Ты уже по-моему другу бить. То есть БК в принципе не ведет? То реферальные я списываю не списал. А ты ЛК вообще не ведешь, да? А вы ЛК не ведете ничего? Ну а начисления МАВРа, люди там смотрели, ЛК нету? А это все смотрят МАВРа. Ну ладно, я же не засвоил там. Сейчас уже в МАВРе, сегодня в МАВРе сделали регистрацию. То есть человек может просто или легко регистрироваться, прямо что отрюнул в МАВР и все. По форму регистрации, в МАВРе все прописывается. А какая разница? Если эта программа работает, одна нет. Ну какая разница? Она не работает. Она работала, я бы ее использовал. Вообще черп из программы. Мне-то получилось прикольно, 350 штук в своих денег каждый месяц программистам отдавать. Вешеный сам платный. Кстати, я уже у всех на ферма. Ладно. И у кого же нет денег, для этой системы не платят. Ну... Ха-ха-ха-ха. Классные слова. Ну и что делать? Короче, переводиться к тебе как-то. Отдельно регистрироваться и там, и там. В двух системах. Ну да. А что делать? Я что-то не пойму. Получается, как быть вообще? Пока не хватит одна система, хватит другой. Сейчас мы регистрируемся. То есть марки регистрируемся. Точнее, в руках регистрируемся, кто сбирается. Потом в марки переносим. Но сейчас вот они там с генерализацией дадут туда регистрируют. Будут регистрируемся в марки, будет автоматом полгаза носить. А потом все перейдут на марки, и у газ на них не нужен. А когда все перейдут на марки, понятно, что уже автоматизация есть. Начнут автоматизацию переходить. Это же эволюция. Постоянно. Живо вперед. А всех еще далеко. Ну а как? Мы должны прийти к нормальному, качественному решению вопроса. Потому что я думаю, вот Андрея, намного приятнее ловить рыбу, не общаться со своими детьми, там, в чем сидеть, или считать, короче, за десятки посяки или рыбу будут распределять. Это точно. Я думаю, вот так большинство людей. А когда люди устают со временем, ну сначала все, то есть я уже отлично, все, не так, а потом люди имеют свойство уставать. У них появляется раздражительность, появляется недовольство, появляется удовляемость, потом появляется разногласие, сплохи, руками, крепами, склади. Да. Так оно и есть. Вот мы будем стараться, арте-факто все исключить максимально, потому что у нас цель только эта. Надо прийти в какой-то реализации. Ну а вот это, смотри, КРО официальное, оно как вообще относится к тому, что ты не ведешь ВЛК, а ведешь Манки? КРО? Ну да. Да. Положительно, наверное, просите. Ну они пока просто иначе. На крайней мере, как ты считал, наверное, не было. Впечатлений ты сказал, что, как бы, еще 50-50 в месяц, мне не дают. У меня тут 10-15. А, ну да, в принципе. Я просто общался с заместителем Феликса, с Александром Кириллов, по поводу Манка. Он сказал, что, типа, нам вообще Фиолетово в чем вы там как ведете, главное, чтобы вы могли предоставить отчет в формате ПРО. И все. А Манк же выгружает в формате ПРО? Конечно. Конечно. Все отчеты прозрачно мы можем предоставить. Я даже и сразу всем сказал, когда мы были... О, кстати, Андрюк, даже не было. Ну да. В Екатеринбурге, для Верховного Совета. Да, да. Я всем сказал, что там все прозрачно в Манке, можно все светить, все лучшее, можно контролировать все процессы. Я тут только завтра, но и все. Я тут вообще полная. Прозрачности. Ничего всего. Понимаешь? И почему люди, которые заинтересованы, прямо заинтересованы в контроле передвижения дирижных средств в системе, не восприняли это? Я не знаю. Есть много разных причин, почему это произошло. Я хочу указывать, что это просто. Ну, мой вкус. Уже, я не знаю, какая из них, она ближе к реальности. Вот. А так все. Оп, зашел. Вот я, кстати, зашел к нам сейчас. 12. Вот здесь, по-моему. Ну, поделись экраном. Покажи, как оно там. Ну, сейчас давай. Это уже отправленный Манк? Последний, если? Да, да. Да он постоянно отправляется. Там делается та же самая. У меня в Красноярске хвастались. Ну, корректно. Ну, корректно. Мне, короче, я так понял, надо внести, короче, все деньги, которые реально есть на счетах, сделать фиксацию, а потом уже попроводить все без платежа, типа, да? Ну, нет. Ты сначала можешь все поместить, ну, как бы все выгрузить, все транзакции, все. Потом мы вот так делали. Ну, все загрузили, то есть, все проверили, все. Осталась какая-то, ну, то есть, осталась текущая ситуация, да? У кого какие платы, что, как, зачем, почему. А потом, как бы, ну, у нас есть просто кариошница, то есть там отдел, да, которая занимается. Она просто сверяла, то есть, грубо говоря, сколько в банке, сколько там. Ну, если разница не большая, там, то нормально. Если разница большая, смотрела, где что-то неправильно проведено, какие вот, почему разницы. А после того, как все вот это вот проявили, все сделали первую фиксацию, как бы чих-чих-чих-чих, все, все суммы зафиксировались, и потом они уже пошли. Ну, косяки потом тоже были, где-то, наверное, в неделе три, заключались за них просто недопонимание людей, там, нажал, тут он так написал, там, ты знаешь, такая тема, один делает запрос, второй, другого распределяет, а там же ты, когда в банке делаешь выкладку куда-то наверх, ну, или другому человеку, ты там указываешь пить платежа, то есть, ну, там, например, оплата выигрыша не участников десятки, потом кто сарков сделал фамилия и имя, кому выплачивались фамилия и имя, и, в принципе, они должны выплатить. И получалась такая фигня, и получалась такая фигня, что, например, когда некие товарищи вот это все оборвали, они писали, что выплату делают не на счет участников, который был указан, а на счет десятки, десятника, который делал заявку. этот счет в системе есть, то на этот счет автоматом манк вычислял как будто деньги поступили. А деньги туда не поступили, и вот эти ошибки такие мелкие, и там начинается, блин, короче, у меня плюс там два миллиона, такого фига, короче, у меня их нету, а там все просто ошибки. И вот эти вот всякие разговоры, да, ну, это нюансы мелкие, они присутствуют. Там видно экран или нет? Да ладно, нет, экран не видно. Твое видео видно. Видео видно, ты наверно включи видео и включай экран. на самом деле. Я думаю, здесь фиксированная ставка, а наши финансы, это не нашим экономическим Повышение и принижение бонуса, в зависимости от ситуации климата, в зависимости от ситуации. А здесь оно четко включено. Так это из-за того, что ты видео включил. Выключи видео и будет окей. Сейчас я попробую бесплатную кнопку поставить. Да не надо тебе этого, просто отключи видео свое и включай демонстрацию экрана. Нет, нет, вот все включилось, видно? Нет, нет, так здесь камера, короче. Бесплатная программа, эта конференция, она не работает. Выключи видео, да. О, вот теперь, короче, появляется. Только мы теперь это увидим на валиком экране. А, все. История фиксации. Это что, есть? Да. Вот здесь надо посмотреть. Вот здесь вот история фиксации суммого счета. Вот смотри, включать нежестоящий руководитель. Понимаешь? Да. Смирь, смирь. Сейчас. Ну, я странно, я не делал сайт, тот сайт работает. Ну, да. Только отлично. Сервер. Сервер. Да. Ну, это надо делать с зеркалами, которые с серверами с собой синхронизируются. И у тебя их несколько, целая баутина. А просто не знаю. Тебе максимум углубить данные за один день. Если обновление, там, раз в сутки происходят, они пересылают. Да, ну, два раза в сутки с синхронизацией между серверами. Ну, да. Только намного более эффективнее и понятнее. А если будет больше, больше, много запросов он записать? Нет. Он очень, как-то, работает интересно. Ну, это можно вопросов, в принципе. Вот смотри, видите, там фиксации. Да, да, да. Вот это значит, да, фиксации. Которые были. А вот между ними фиксациями, это всякие выводы. То есть, руководитель, кто куда-чет, кто плачет. А где-то есть еще отдельная фиксация, прям без вывод. Но где их надо искать? А ты можешь открыть и посмотреть скрин экрана, который прикреплен к фиксации ниже стоящего? Ну, вон скриншот, видишь, написано скриншот на 2-й, на 5-й. Как посмотреть этот скриншот? Да. Что, давайте, смотрите, сейчас, по-моему, Юрка, придет вперед, ребята, потому что это койка вообще. Ну, нормально, че, нормально. Ну, что ты хочешь узнать, что ты хочешь видеть? Вот, когда делается фиксация сумм, там, короче, Манк, он посчитал, сколько было прихода, сколько было расхода, короче, и он показывает, что там, например, у тебя там 300 000 рублей в Манке, да? У тебя на счету, короче, скажем, в Сбербанке, да, должно быть. И когда ты нажимаешь кнопку фиксация, то ты должен прикрепить скрин, скрин, короче, экрана онлайн-банка, на котором должна быть та же сумма. Это называется фиксация. И, соответственно, это то, что заменяет кровь. Полностью заменяет, да. Все, это сходит, все, попробуй, зачем вам нужно. Не нужно. Ну, вот, получается, короче, что дальше? Я просто спрашиваю, как я могу, как тысячник. Ну, кровь, вообще, должно было решать вопросы, короче, в каких-то конфликтных ситуациях, я так понимаю. Ну, мошенничество. Мошенничество и так далее. Ну, по идее, просто, честно говоря, вот я не могу понять, каким образом кровь производит проверку, собирая где данные в форме таблицы кровь, как она выявляет, допустим, заупотребление. Это такой объем. Если я, ну, меня здесь внутри, как бы, за объем работы, вот все, даже чек не специально выявлено, она не перевопачивает все это. Невозможно, как бы, ну, следите за употребление, как выявите их даже, как бы. Ну, так, за доупотребление можно, короче, просто их, ну, изначально алгоритм расписания, как действовать, можно их устранить. Фактически сделать. Ну, как оно выявляет? А вот где, допустим, присуществующие комментируют? Я, допустим, ну, не знаю, как. А надо как-то выявить и проверить присуществующие. У нас тут доли нет. Я рада на эту проблему. Ну, у нас, допустим, с кем не общаюсь, у нас, ну, очень строго, как бы, ну, строже гораздо, у нас, соответственно, по спорту там, у нас, соответственно, на скрине переписы, у нас участниками в папочках, как бы, это, да, все скам копии чеков о переводе, выводы, все, все, как бы. Вот я, допустим, с кем врос, он говорил, ну, мозг. Ну, свои вклады я в КРО заказывал буквально каждую. Ну, у меня они самые ранние, то есть они еще в КРО, я думаю, что-то там нету, у меня с первых дня просто считалось. И еще тогда десятки распадались в самом начале. Распадались? Ну, конечно, когда стихийное образование десяток было, это все, участниками регистрировали, они выбирали десятки. Это сам написал на начале. Все было еще на выборной основе. Ну, вот, в тот момент там, новый десятник вообще, он там обиделся, что выбрали на него, ну, что там, типа, демократии не будет, потому что Катерич стал выбирать управляющего, вот, сказал, я откажу. Ну, да. Ну, да. А он был не согласен, и сказал, все, я не буду, то есть если я откажу, что я тебя подвезю. И мне пришлось оказывать. Это кто? Алис? 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 Конечно, я же с ним боролся. Алис? 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 Ну, может быть. В смысле, мы его формы закрыли. А он начал организацию, у меня тогда выбрали сотники, он начал организацию тысячи. Алис? Да, вот. И вот, должен был ли Юров, ну, как-то первый кандидат реальницы, у него там это самое. Ну, вот. А у меня полезло распределиться в два десятки. Он был, по-моему, 192-й, у меня был 196-й. У нас чисто по списку, вместо чпок. А потом он говорит, все, деньги все возвращаю, он прикинул обратно, и все, я сижу, ледниками, а я же ложился уже, а деньги у меня нужно. У тебя доказывал письма, вот, доказывал письма. Кто? Ну, это я так понял, что он говорит, ладно, тогда закрывай, чтобы не тратить время. Мы прилетим к тебе, там уже на месте, я думаю, что... А? А? А как можно детально посмотреть, чтобы не могу пока понять, часть будущих сходов? Так что мне делать, чтобы мы тоже искали, искали, не смогли найти? Как-то не смогли найти. Получается, что нижестоящий, вот мой сотник, например, он делает фиксацию, он скрины прикрепляет, скрины загружаются, все нормально. Он сам лично это может посмотреть, а я, как вышестоящий, не могу посмотреть его скрин. Слушай, ну может быть, этот функция просто не очень много делает, потому что он не постоянно это делает. Надо даже так и с другим, в случае. Ну, как бы, я... Для меня это, как бы, пока не проблема, просто, было бы удобней, конечно, если бы это все работало. Ну, может, давай свяжись, да, еще параллельно с Коптевым. Давай поговорим, что будет. Да? Конечно, конечно. Короче, это самое, Рубен, закрываем тему эту, марка, закрываем, вот давай лучше в более глобальных вещах поговорим. Марки, это суперпрограмма, все отлично. Гораздо глобальнее и важнее. Может быть, все-таки... Рубен, а у тебя нет, допустим, возможности для организации встречи, ну, с Пантелеичем? Вот то, что мы с обсуждаем, все-таки не по переписке, вот так, потому что, ну сложно, саму идею... Идея и мысль вообще всего этого донести через... Да нет. Вот. Переписка даже с Пантелеичем потерялась, потому что там хорошее... Как это называется? В общем, некоторое недопонимание произошло по одному там случаю, и, в общем, как-то так, он не стал решением теперь на общей... на общей почте. Да, даже с тех почте с этого, которые есть апокалипсис. А какое апокалипсис? 42 или 24? Какое? А, 24. Ну, Виктор, вот так, Виктор Иванов. Виталий. Виталий Иванов? Какой? Ну, не Виталий Иванов. Виталий или Виктор? Это модератор который. Как? Модератор сайта. Виталий. Не-не, там такая почта. Чего-то, с чем? Сейчас я посмотрю. А, нет. Виталий Иванов это действительно. Это модератор новостей. Не дам. Блин, просто сейчас... Сейчас будет жесть, короче. Сейчас будут включаться разные видосы, которые просто не мели. Каких видосы? Кладки, когда открыты. Я просто интернет запустил. Он у меня слетел. А мне его надо восстановить, чтобы посмотреть позже. Я его сейчас запустил и тут 46 вкладок открылась. Ну, а все вкладки закрыты? А мы все равно, у нас зависла картинка, мы не видим ничем. А если все вкладки закрыты? Сейчас, короче, основной момент, как мы можем повлиять вообще на работу системы в глобальном смысле? Какие у нас есть инструменты? На кого мы? Как мы? На автоматизацию. На автоматизацию понятно, но все равно. Я вот думаю, смотрите, нам нужно выход на Сергей Пантелеевич. Многие его утратили, я тоже утратил, в том числе. Соответственно, есть круг людей, с которыми он общается. По моим сведениям, он общается с Данилом Иисуповым, с тонколиткой, с колбасой. Вот. Ну да. Ну я... Алло. У нас сейчас прямо в Киевский дом. Не, нет, это метро Киевская. Родисон Славянская рядом с... Ты находится рядом с Киевским вокзалом. Ближе к набережной. Да, 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 да. Ты так... Ты через главный вход зайди, и потом скажи, вот мне на ресепшен. А на ресепшене скажешь, мне вот на переговорную комнату какую-то принесли. Скажу, какая комната. Она давать. Вот. Значит, смотри. Ну вот я точно знаю, вот с тонколиткой общается и с Иисуповым общается. Потому что про Иисупов, вот то, что он согласовывает большие манты и так далее. Ну то есть это понятно, что с Иисуповым. То есть вот, соответственно, нам нужно будет с Иисуповым навалить контакт хороший. И если он готов, ты вообще как с ним общаешься? Да. Вот по поводу манка это основное, и второе, какие у кого есть вот. У Алексея, он тебе рассказывал, как он в Индии там как развивается? Да нет, ты же не рассказывал. Нет, вы поговорите, как вы делаете? Ну так, мы же с чем-то лететь к тебе и прилетим для того, чтобы это все обсудить. Вот, а вообще сегодня мы собрались, ну вот ребята приехали, я еще хотел сделать, ну, каждое какое-то свое видеообращение небольшое, и потом попытаться на сайте это выложить. Получится или нет? Получится. Ну вот, у каждого у нас есть какие-то свои. Сегодня, вообще, мы собирались участвовать этой конференции, которая в Москве проходит, если ты знаешь. Но там нужно было условие, нужно было написать письмо о том, чтобы там, желающим выступить, по какому вопросу. Вот каждый из нас практически, я не знаю, больше написал. Я написал, Андрей написал, я написал. Приглашение никто не получил. Поэтому мы вот как бы решили свое такое, менее альтернативное конференцию провести. Я понял. Слушай, а там кто конференцию проводит? Да это даже непонятно. Хотели Колбасову потянуть, Колбасов улетел оказываться в Сергию. Вот. То есть он тоже не участвует. Кто участвует, непонятно. Еще Моисеев Евгений хотел подтянуть, но что-то не смог. Вот. Ну и с моей гвардой сейчас Никитинов подтянется. А Боносович что-то не доступен, не знаю, короче. Так что вот так. Ну как бы все равно у всех, и опять нет никакого влияния не то, что на СПМ, а даже на Юсупову. У меня с Юсуповым не очень такие тоже хорошие отношения. Потому что был момент, когда меня могли поставить управляющим, то есть управляющим. То есть было даже такое, когда вот этот кризис наступил, мне Игорь дает телефон. Игорь, знаешь? Игорь это, ну это тоже на игросъемок. Это... А ну фамилия как? Я даже фамилию его не знаю. Я знаю, что он постоянно с СПМом находится. Это помощник. А кстати, вот этот Игорь, который мы знаем с СПМом, помощник, он давно появился с самого начала? Он с 94-го года, еще раньше даже. И он единственный человек, который был с ним рядом, даже когда все остальные разбежались, старая команда. Он остался. И вот есть новый тоже вот он. Вот. А сколько ему лет? Ну ему лет под 50. Он где-то тровесник, наверное, СПМ. Вот. Ну мы так вот несколько раз встречались. И когда во время кризиса, вот когда ко мне в кабинет, ну мы собрались, и он мне дает телефон и говорит, вот это звонит, сейчас позвонит пятый канал, скажи им, что ты управляющий. Вот. И как бы и объясни ситуацию. Ну, а я начал что-то там мянуть, у меня спрашивают, вы кто? Я говорю, ну я управляющий. Ну вы типа помощник, да, я говорю, ну да, я помощник. Вот. А потом так, вкратце, там, разговор помощника с СПМом. Ну, там, на пятый канал показали. Угол. Но я и не понял. Я вот в данном месте лишь присутствовал, да? Вот. Снимали мы это мое видеообращение какое-то. Вот. Но они разместили и там затягивали. Все были, ну, Щукин, Феликс и так далее. Разместили. Она ночь провисела. А, да, да. Ночь провисела, убрали. Мы собрали 11 тысяч просмотров за ночь. То есть, в общем, и разместили объявление колбасы. То есть, все остальные как бы ждали, чтобы, ну, говорили. Ну, короче, из колбасы. Вообще там. Ну, ладно, это не важно, без суть. Вот. Сейчас как бы, не знаю, я как бы вообще... Ну, у меня свое видение есть. То есть, я готов вот свой опять легион возродить, там, вести. Вот. Вот. И я хочу и с Женей, и с Алексеем, и, ну, со всеми активными ребятами работать, но пока не вижу, как тут идти. Вижу, что нужно с Ясуповым навать контакт. А с Ясуповым как раз вот в этот период у нас случился небольшой конфликт такой. То, что вот они меня не размещали, и я там немножко наехал на них. И через этого Виталия Иванова сказал, я говорю, блин, если, я говорю, меня поставят, я говорю, ну, типа, Ясупова не поздоровится. Это я сказал Виталию. А он передал эти слова Ясупову. И он с тебя просто помогает на меня зубы видит. Вот. Ну, я так думаю, что Ясупов это ключевое сейчас звено. Вот через него можно повлиять на СПМ, на решения какие-то. Так что вот, это вполне ситуация. Ну, а так, в принципе... Какую сторону решать? Какую сторону решать? Я, например, вообще не верю, что вы видите какие-то стороны. А встречу, например, сегодня организовать с Юсуповым? Сегодня? Он же в Уфе. А, в Уфе. Ну, так понятно. Надо к нему ехать в Уфу, а Рубену активно тоже с ним приговориться о встрече. Что требуется вообще? Ну, во-первых, вот манку развивать. А дальше я не знаю. Ну, да. С твоей стороны... Да, вот с твоей стороны. Я сам писал на сегодня хорошие упадания. Говорите, как перейти на манку. Кто это? Я думаю, сейчас у вас здесь уговорю. Ну, отлично. Ну, отлично. Ну, отлично. Ну, давай так, Рубен, смотри, давай сначала цепляем его за манку, а потом плавно там, в момент, когда уже будете там согласовывать, разбаваривать, скажи, что есть уже готовый полностью план, как именно с точки зрения пиара и юридических аспектов, и с поддержкой по Европе и по Америке, и вот уже в Алексее по Индии, как именно двигать другие страны. Потому что СНГ мы, ну, блин, закрепнемся просто. Еще у меня группа в Китай едет буквально. Да, и чтобы встречу просто сделать, чтобы просто понимать, чтобы потом злые, скажем так, люди, которые у нас есть в системе, а их достаточно. Чтобы они потом просто не сказали, что это, типа, какие-то заговорщики, и решили пойти там открывать страны, и СПМу это представить, что это, типа, не от него, а они сами себе решили. Как уже поговорили, в принципе, и о тебе, что, типа, Рубанин, он что-то свое придумал. Ну, мне-то, мне-то вообще все равно туда про меня ничего говорить. Да мне тоже все равно, просто... Да, потому что они же все равно, они просто в своем спектре, среднем, все. А некоторые товарищи идут по ширине, там, как положено. И когда ты видишь, что будет через год, тогда, ну, что, вот смотри, как положено. Я не знаю, конечно, респект, но мы можем работать, если там делает десятник. Я, например, даже только хочу с этим человеком встретиться для того, чтобы пообщаться, и послушать вообще, как он делает десятник. Значит, ну, реально, потому что для меня это загадка. Последний день по 50 человек в день. Десятников? По 50 руководителей, которые в день сейчас. А, принятия. Вот это же как-то, да. Вот это для скорости. Ну, идти, да. Крово готовит параллельно, выстраиваю одного чека на столку водителей. Схемку нарисовать. Крово выстраивает параллельно, наверху одного чека на столку водителей. Ну, и как он будет следить о тысяче микроцартике, когда это всё? Да никак, вот это самая основная проблема, что вот эта таблица текров – это полный бред. По ним ничего нельзя отследить. И сейчас задача Крово больше, ну, координация работы руководителя, и как инфляционный центр, как бы, допустим, какие-то вопросы, где-то что-то поправить. А вот это вот, то, что с политовками и с координаторами, ты в курсе чего-нибудь? Слушай, я там что-то очень вкратно вкратил. Ну, мне кажется, это, наверное… Мне так кажется, это Колбасов, наверное, продвигает. Ну, меня там Крово рекомендовало в этот политотдел, но ничего пока не пишут, не знают. Да уже было несколько… Можно я вот это делать? А минут 10 попытаюсь на схеме вот сейчас зарисовать то, что я предлагаю по поводу десятников и по поводу развития системы. Сейчас. Ты видишь, да? Видимость сделает. Нет, надо видимость выключить заново. Давай перезвать. Давай, я запущу заново сейчас. Подождите, выключи, короче, демонстрацию. Что? Переконтактить. И всё. Так. Ну что, можно, да? Ну, в принципе, может быть, для кого-то я… С той стороны. С той стороны. Я сейчас хочу рассказать о том, как… Ну, это чисто моё мнение. Как вот можно развивать, во всяком случае, в московских условиях, да? То есть, основная задача развития системы, основная задача – это обучение руководителей. Ну, как бы я так не знаю, да? То есть, основной продукт нашей деятельности, что, вот как мы руководители среднего и высшего звена, что нужно сделать в московских условиях, чтобы получить продукт? То есть, наш продукт – это руководитель десять. Ну, я немножко… Ну, я немножко… Почему так вызов… Ну, это самое… Почему так, как бы, вообще? Я по химическому вызованию. Поэтому, в химическом процессе любом, это выход продукта важен. Вот. Для того, чтобы сделать руководителя, соответственно, должно быть что-то, какой-то… Либо орган, либо просто человек, да? Который бы обучал этого руководителя. В данном случае, я предлагаю… Ну, опять же, в московской среде нашей… То есть, мы не могли открыто писать, что это МММ и так далее. В результате, мы предлагаем и делали… То есть, какие-либо консалтинговые фирмы… На данном этапе, я предлагаю хотя бы начать с одного… То есть, эксперта. Эксперта по консалтингу. Что такое консалтинг? Тоже объяснять всем людям. Не обязательно. Но в смысле… Но смысл такой, что это какое-то… То есть, проведение каких-либо консультаций. В данном случае, проведение консультаций в финансовой сфере… То есть, мы должны рассказывать людям… То есть, или этот продукт, или руководитель должен рассказывать людям… Как… Каким образом использовать инвестиции в современных условиях… Мы считаем, что… Возможно, зарабатывать на Форексе, на боях, на фондах… И… Но самая перспективная – это система МММ-2011. Как здесь зарабатывать? Соответственно… И… То есть, вот… Готовить таких вот руководителей десятников. Будь то это школа десятников или консалтингов… То есть… Вот… Такая-то основная единица – это значит консалтинговая фирма или консалтинговая компания, которую производит руководитель десятников. Соответственно, нам нужно развивать эту консалтинговую компанию. Каким образом? Значит… Вот… Я предлагаю, что… Значит, еще одно звено в схеме… Которое… Это должно быть… Это должно быть… Это должно быть кадровое агентство. Такое некое кадровое агентство, которое, в принципе, может существовать как собственный бизнес. То есть, к нему поступают клиенты, да, клиенты, которые размещают свое резюме. Свое резюме как раз, значит, специалистами в области, там, финансирования, либо консультирования. Соответственно, это кадровое агентство предлагает работу в консалтинговой компании, где в результате, значит, этот клиент становится руководителем десятников. Ну, таких клиентов будет не так много, вот, но если найти, значит, работодателей, да, и если этому клиенту не подходит работа руководителя десятника, они предлагают вот какие-то, да. То есть, на этом, ну, кадровое агентство зарабатывает какой-то процент. Вот. Вот. Если самостоятельно, вот без этого, обычное кадровое агентство, оно зарабатывает, ну, нормально раскрученное, порядка 100 тысяч рублей. Это нормально в московских мерках, если кадровое агентство, там, 1-2-3 человека, 100 тысяч они могут делить. Вот. Ну, еще кадровое агентство, оно, ему достаточно тяжело работать без рекламы. Соответственно, и консалтинговой компании тяжело без рекламы работать. Поэтому нужно создать еще одно рекламное агентство. Рекламное агентство, которое будет рекламировать консалтинговую компанию напрямую, которое будет рекламировать кадровое агентство. И еще одно звено, я предлагаю в этой схеме, это промоутерская группа. По идее, рекламное агентство, промоутерская группа, это может составлять одно единое, и можно не делить. Но почему я выделяю в этой схеме, потому что по последним всем нашим, по опыту работы в Москве, промоутерская группа, она самая эффективная среди рекламы, она самая эффективная. Реально раздача листовок, газет, это именно эта реклама, не только у меня, а в других подразделениях, в Москве, именно промоутерская группа. То есть нужно набирать промоутеров, точно так же здесь вот промоутеров набирается, и можно свои услуги предоставлять другим компаниям. Не обязательно МММ. На этом тоже можно зарабатывать процент определенный. Само рекламное агентство то же самое, они могут независимо искать клиентов, независимо это самое, то есть на этом зарабатывать, давать кому-то рекламу и зарабатывать на этом процент. Вот, рекламное агентство помогает промоутерской группе, промоутерская группа рекламирует рекламное агентство, промоутерская группа консалтинговую фирму напрямую и кадровое агентство. И они могут дополнять друг другу. Кадровое агентство поставляет промоутерам, клиентам, работникам. Кадровое агентство, рекламное агентство поставляет. И эта схема может работать без каждого звена отдельного. То есть вот эта вот может работать. Или наоборот, ну вот эта, тогда смысла конечно нет. Или вот та, которая может работать. Вот как бы вот, и оно самостоятельно зарабатывает еще попутно деньги. И мы получаем чистый продукт руководителя десятилетия. Ну это как бы конечно такая моя схема, которую я сейчас буду пытаться развивать. То есть я сначала найду по одному эксперту эксперт. В принципе здесь любой руководитель, который готов делать десятилетия. Но ему будет очень сильно помогать кадровое агентство, рекламное агентство, промоутерское. И вот допустим кадровое агентство, рекламное и промоутерское тоже по одному менеджеру можно пока для начала составить. И даже может быть на первое время, ну естественно, назначить им какую-то зарплату. А потом они будут получать процент с прибыли работы и соответственно, ну там посмотрим как бонусы они будут. Ну вот так вот вкратце это вот моя схема, которую я предлагаю для развития системы. Слушай, ну любая схема имеет паров на жизнь, а практика ее использования показывает их тем, что... Ну да, я согласен. Поэтому, если я не уверяю, то во всей этой схеме все отлично. Ну только вы выберете, когда профессионалы в каждой своей области, чтобы они как бы друг друга вытягивали и вытягивали большое направление. Ну естественно, поэтому менеджеры по кадровым агентствам соответственно, начальника по кадровой службе или еще как-то. в таком плане. Здесь рекламщика надо, здесь опытного промоутера нужно. По идее, да. Но в принципе, если эта схема заработает, она будет очень эффективна. Потому что здесь они все эти звенья друг друга дополняют и увеличивают общий эффект. В рекламное производство входит? В рекламное агентство? Собственное производство имущество? Ну да, конечно. С моей стороны я вам могу, как бы... Зачем не могу, а предложу как углу с Андреем как друг. Вот. А... Существует не то же, а всем остальным как? Саратник по системе ВМФ, исходные коты, которые можно получить и попробовать параллельно запустить, тоже вы боитесь. Почему нет? А исходные коты в смысле? Ну, вот я тебя там сын, инфекируешься, и потом пошла себе реальная программа. Будешь всем просто давать, кто хочешь, зарегистрировать. Ага, хорошо. Сердце предпродажная регистрация. То есть, два месяца строим сеть, за два месяца люди ходят и открывают банков карточек, властик, и вот так вот в кутбу, все это открывают, сделают, получают. И там вот где прекрасный день. Короче, появляется такая история, что можете скачивать клиент и начинать пользоваться. Они скачивают клиенту тебе на телефон, идут в банк, хватут на пробу на 2.5 рублей, получают свои вампры и понеслась. Потому что все равно параллельно будут работать две системы сразу. Невозможно взятие МММ. То есть вы не можете сделать так, чтобы с МММ что случилось. Просто. Не можете. Потому что мы в ней. Как мы можем кинуть людей. Когда мы до этого сказали, что все будет ровничком. Соответственно, сначала будут так веснув куры, потом будут так плавно переходить. А те, кто там остался и что-то случилось, придется им дать денег со своей пиральностью. Другому никак. Это как Телевич говорил, что мы всех вернем там за старые долги. Поэтому придется, но так как пиральность будет много, ничего страшного. Это вообще, посмотрите, тоже мысль просто. Ее можно и в умовом применять в текущий даже уже момент, но только внутри своих веток. Потому что из-за того, что ветки не согласованы, внутри системы не работают. Ну смотри, тема. Я, короче, открываю. Я там без разницы, кто там товарищ, кто-то открывает. Значит, можно юридическое лицо, можно от физики, без разницы. Самый простой от физики. Вот, в общем, я даю всем беспроцентные займы. Просто как физ лицо. Ну, благотворительный я такой чувак, меценат. Всем даю беспроцентные займы. Максимальная цифра беспроцентного займа, ну там, я не знаю, десять тысяч рублей. Может пять тысяч рублей. Условия. Ты кладешь эти деньги в систему, через месяц начинаешь получается процент, но тело денег не трогает, а каждое процент через год ты обязан тело вернуть. Так и обратно. Получается, что человек, к которому вообще там дают, и ко мне обращаются просто очень много людей, я там по мелочи всем денег даю. Вот. Ко мне обращаются некоторые, там, блин, там, пипец, вообще захватил, платить нечем короче, там, можно у тебя взять пять тысяч короче, там, скоро хозяйка выберет, ну, может, только вступили, сейчас разрываем. Мне вообще все равно фу, да? Я даже про это думать не хочу. У меня как бы своя эта тема. Я им даю. А максимально сколько ты даешь? Слушай, ну максимально 250 тысяч, да. Угу. Ну, там человек, ну, короче, не то что дал, он как бы сейчас сюда прилетит, он потом, ну, профессиональный оператор, он, да, тоже, я не помню, Мак Максов зовут, и он все просил, просил, короче, он там какую-то камеру антикам с какой-то штукой находится, чтобы он там мог что-то снимать, короче, и он все его просил, просил, систему просил, и у всех просил. И, конечно, в итоге я ему говорю, слушай, короче, ладно, раз тебе такая камера нужна, давай пути. Ну, я им как что-то снял свои эфиральные, там пол-чередня раз и купил, короче, ну как-то. Вот. И, соответственно, что он довольно счастлив, там снимает какие-то ролики, там уже два ролика, по моему моему снял что-то. Вот, сейчас хочу, чтобы сюда приехал, здесь момент приснимал, ну как-то так. А так вот, если чисто деньгами вообще человеку, которого даже не знают, рецепт отдавал. Вот тоже там эксперимент. Вот, давайте скажем дальше, эксперимент прошел. Меня слышно или все опять зависит? Нет, нет, слышим, слышим, давай. Нет, нет. Вот. И, а теперь, что вы говорите, ся, господин дизайнер, человеку не пробует, 50-ку возвращает на уровень, на первом этапе, но он не просто подобрал, тогда это пуши-условие такие. Соответственно, месяц, который идет по начислению этих процентов, пуши-условие месяц, не трогать процентов, он ходит и рассказывает, что ему дали эти деньги, просто так, вообще, просто сурить. Ну, он попросил ему дали, прикиньте, сейчас он будет сбирать проценты. Через месяц он снимает проценты, что нам за 50-ку снимает 3000 рублей. За то, сколько он на год увлечет, которые пойдут брать опять эти деньги. Да. Они будут брать, класть обратно в систему, всем рассказывать, какие эти проценты, которые будут выплачивать, это считать, что их реферальные, только как бы оплатить вперед. То есть, фактически, они вводят, рассказывают, а реферальные уже как бы лежат, как будто они уже привлекли людей. А нам без разницы, потому что деньги все равно в систему возвращаются, он попадает только на проценты, которые мы бы все равно заплатили, если бы эти люди привели людей, принечели бы реферальные. Какая разница? Они просто чуть вперед получат и все. Но зато они будут ходить и всем говорить, что им дали денег даже 10 тысяч рублей, даже 5 тысяч рублей. И просто так их дали, положили. И теперь они через месяц получат процент. И все над ними будут смеяться, говорить, что через месяц не получишь этот дедок. А когда они получат, то все малоимущие. А малоимущие люди, они больше всех говорят. Потому что им больше делать нечего. Понимаете? Потому что у тех людей, у которых есть деньги, они сидят там, держат, что-то делают свое, а у тех, у кого денег нет, ходят и поставят жаловаться на них. И они друг другу говорят, а нам это не нужно. Потому что если у них начинают появляться деньги, чтобы хотя бы маленькое, это 5-6 тысяч рублей, это будет целая волна. Фу! И она потом уже поднимется вверх. И такие другие, во! Поэтому беспроцентная кредитная компания, вообще нормальная история, можно попробовать в такой билетке как-то с переменами. И это работает только внутри ветки. Потому что в экзамене, понимаете, соседей нет таких, и, наверное, что-то проще все свои. Рубен, смотри. Я, допустим, связь структурой знаю, что практикую. Когда ты даешь свои деньги, ты, во-первых, выводишь их из системы. Я практикую что? Для людей, которые нужды для системы, то есть депутаты, сотрудники ФАС, прокуратуру, начальники крупные, я им просто страхую вклады. Я говорю, вкладывать, я ему даю страховку до 100 тысяч рублей на ваш вклад. Ходите под расписку, ходите на слово. Что происходит? Чек будет на месяц, на два. Ну, в зависимости от того, насколько человек мне нужен для работы, для системы. То есть из системы я денег не беру, я только в систему завожу их деньги под свои страховки. Ну, допустим, миллион рублей, я могу себе позволить трястнуть, потому что я, допустим, ну, получил уже два миллиона, допустим, системы за этот год. Вот. Что при этом еще происходит? В случае, если, видай бог, что-то случится, если я даю деньги, то человек, который, ну, дал чеку деньги, что-то случилось, допустим, в системе самой этой сложности, как бы это, ему будет честно по барабану, это не его деньги. А здесь, в этой ситуации, этот человек будет стараться мою задницу вытянуть. И систему вытянуть, и мою задницу вытянуть. Потому что у него в системе, хоть я ему страховку дал, но возврата этих денег зависит напрямую от меня, насколько у меня будет все нормально, и как бы в системе будет нормально. Он это понимает. Страховка-страховка, но само что я должен жить как минимум. Вот. И здесь, получается, такой такой, это тоже короче вообще. Плюс, вот этот механизм работы, мне помогли и в Курской области развить все это таким образом, что у меня полностью тут доступ и в средства массовой информации, и рекламы, и в суд висит, никто ничего не трогает. И хоть они где начальники сидят втихаря, и помолкнет о том, что они там в МММ. Ну, по крайней мере, мне палки в колеса никто не ставит во всей Курской области. Тот же самый принцип и в Индии. Я сейчас первым делом как бы начал по всем штатам завязывать депутатов, полицейские, как бы начальника полиции по штатам, давая им страховки. И давая страховки как бы, ну, давая страховки непосредственно сетевикам, руководителям, а они уже непосредственно дают страховки ну, министрам этим. А у меня никто, да, министры. Министры, полиции. Ну, потом, средства массовой информации сейчас, наоборот, деньги дают за то, чтобы не выходила информация никакая. Потому что пока готовятся руководители, выстраивается скелет. А наоборот, опишировать нельзя. А вот 1 июня планируют там митинг в Деле у посольства России, 30-тысячный. Это будет старт вообще для сигнала для всех руководителей по штатов о начале агрессивной рекламной кампании. и регистрации уже непосредственно участников по всем штатам. Чтобы там, ну, за месяц-два, там, месяц миллион, да, набить в Индии. Как с Амброгой, да? Ну, да. А потом уже будем разбираться за законности системы в Индии. А пока не хочется лишний раз с властями как бы бодаться. Доказываю, что... Такая информация о Жене. Поступила, что там кого-то сажают. Вот. Я не знаю. Я пока не слышу. Я смотрю. Пирамиды в Индии разрешены. Задай вопрос о спикейш. Там была последняя пирамида, которую государство закрыло 8 месяцев назад. Люди, которые сидят сейчас по этой... Которые организовывали, проводили, участвовали, они сейчас выходят, выходя из ареста, напрямую идут ко мне в школу десятников. И все эти, которые у меня сетевики, которые именно работали в спикейш, в этой финансовой пирамиде, и те, которые знают, что это все работает, приносит доход, и они заходят сюда, после месяца просидев без денег делал, они прекрасно понимают, что это проработает как минимум год. Слушай, а у тебя как-то, много так, где вообще, скажи? У меня на следующий день подтянуты сетевики, крупные, по 100 тысяч какой-то. Сейчас у меня задача всех руководителей в их сетях обучить под МММ. Я провожу конференции по штатам, я организовываю школу десятников. В этих школах десятников обучаю их людей, руководители именно. Вот сейчас мне только что сбросили смс-ку, информация по ИГИ за две недели, тут вот как... О, месяц прошел, тебя запустил. Я первый основной год пытался запустить, у меня не получилось, у меня были проблемы с выводом средств из денег. Вот как бы не с проблемой, вывод не могли решить эту проблему. Сейчас я эту проблему решил. Сейчас я эту проблему решил. Сейчас ты решил? Да, сейчас я проблему решил. Палпы. Там у меня внутри структура строится на банке ICC. Вот. Потому что самый крупный банк, везде какой-то. А для международных берем Палпы. И ему, и тебе. Плюс у меня зублирующие есть канал, канал, если необходимо вывести деньги из Индии. Я могу выводить в неограниченном количестве. Но это нужно будет, как... Деньги поступают на счет в Индии, и потом на любой счет, который я говорю, они появляются в этой стране. Вот, в районе... За 15, там, 20% это по улетать. Ты там, наверное, видел. Вот. Мы ездили, смотрели банки. Ну, то есть, с какими банками можно работать. Там вот как раз ICC и еще один банк. Не помню, я просто у человека, который занимается названием. Мы посмотрели, там онлайн-банки подходят, все их можно подключить. А... Вот у меня там человек будет, где-то, наверное, после 20-х часа 7 мая, это поздно. То есть, вы вот сюда приедете, мы там поговорим по поводу этого. Просто есть реальное предложение, как быстро переключить там всех просто по катам, то есть, автоматом. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Чтобы они посмотрели, как это работает. То есть... Ну, мне нужно для этого, чтобы там быстрее сделать, потому что мы их убрали, как бы третью. То есть, сначала Россия, Таиланд, потом Индия. Мне нужно там, чтобы открыли парт в онлайне. Ну, определенно... Короче, сделали определенные движения, чисто технического характера, которые вот я просто скажу. Вот если там быстро подключить, то же парт. То есть, под эмулятор вот этого человека, который был все это перетитывал. То можно вообще от твоих всех прямо... Да, знаешь, какая скорость. Ты просто даешь код и ссылку, и все. Больше ничего делать не надо. Просто вот заходят по ссылке и регистрируют. Отлично, Грузбук. Потому что мне сейчас очень сложно работать, потому что англоязычного кабинета директора нету. И их приходится, представляешь, обучаясь на работе в МММ, в кабинете директора, на русском языке. А они некоторые английские не знают, хинди у них язык. Это все равно, что сейчас обучить меня, допустим, на юрогах, в кабинете работы. Да, а в кабинете работы? Ну, я же не могу переводить. Программистов же их не пускают в кабинет директора, который у нас, в МММУ. Клиент директора. А его не могут хранить. Я уезжал в Индию, мне обещали, допустим, через иностранный отдел, потому что его вот день-два как бы запускают. Я вернулся из Индии. Вот уже пошло. А он вообще работает? Кто? Клиент. Кабинет я не могу провести почему-то. И не могу здесь агент назначить, короче. Там у меня вообще какая-то непонятная тема с этим кабинетом. Я вот не могу перекинуть людей. Я просто запарился уже. Мне надо перекинуть их на коллективы здесь, чтобы их повысили. А потом, чтобы он их перекинул обратно. Сто тысячниками? Ну... Да. Сделать по сто тысячникам. Да там у нас уже сто тысячник на сто тысячники. Мне такая же ситуация выйдет. Вот сейчас выстраивается. Мне надо, ну... А ты сам у лизионника что, не идешь или что? А я что-то... Меня не получают на миллионниках. А я что-то и не прошу. Нахер, мне это нужно вообще. Ха-ха-ха-ха. Я и так вот все свои полномочия сложу. Мне эти миллионники, я не очень туда не упер. Это как? Ну, переделал, что Рома занимается всеми отработками, а он... Ну, у меня тоже девочка занимается. У меня тоже Волоский занимается. У меня, т.е. Ха-ха-ха-ха. Вот потому что мне надо... Ну, да. А тут им в учетах заниматься. Собрали десятчика. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я понял заявление разгованного участника. Да. Из-за того что не могу я сразу на стратегию и на расчеты. Но мы не делимся. Стратегия, да. Дрюзия пополам никак. Я тоже хочу заниматься вот этим. Да, да. Я тоже хочу странными заниматься. Странными? Я сейчас покажу документ, там не расписано, все полностью по Европе. Что? Переместить человека, где-то же здесь было, да. Переместить, синхронизировать и долго ждать. Да я просто думаю, может сейчас переместить. Там переместить и синхронизация не проходит, почему-то. Там версия уже обновилась, 4, 5, 2, по-моему. А ты новую скачай себе версию, это же делай Uninstall. Она сама скачается. А, сама скачается. Главную базу потом почистить первым делом. А как, ну, вот я запомнил. Долит файлы? Долит файлы CL, да. 1.1 Не-не-не, точка 2. Точка 1 уже старая. То есть я уже уставил, я понял. Но она сама должна обновиться. Запускаешь, она обновляется сама. Да и что ты не обновляется? А на сайте все равно старая версия, ты не скачаешь с сайта. На сайте ноль вообще стоит. Ну легкая. Слушай, я понял. Ну мы сейчас, мы сейчас на Киевской, в районе Сан-Славянской заседаем. Ты сейчас с ним разговаривал, да? Хочешь, подходи. Как-то. У нас уже не слышно провести видео из золота, потому что жопа. Это рядом с белорусной. Ну, мы тут района часа до пяти. Уходи, красы, пятьдесят. Да, приветствую. Дэвид нам точно нужен. Мы сейчас о международных проблемах говорим. Так что Дэвиду можно послушать. И тебя тоже пожаловать, потому что ты активнее заслуживает полное присутствие. Нет пока еще. Мы вот с Алексеем вместе в Москве находимся. Да, он говорит, что у него там это тоже не значит. Да, не надо. Два двоих начат. Значит, это самое. А вы здесь на Советском знании, да? Это рядом с переходом, а через набережного. Да, да. Ну, ты знаешь, для первого, что надо... Хорошо. Хорошо. У тебя там много желающих, или что? Пока тут никто тоже не знает, что делать. Сейчас решим. Если вы не возражаете, через часок я немца позвал, помедить сюда. Хорошо. У нас структура немецкая есть. Ну, что мне сейчас опять тут? Мы не смотрим, а что там с Денис опять запросил запрос на выплату. Денис Мановский. Да. 550 когда-то. Полины Бонусом Тишина уже есть. Он как минимум на связи. Да? Да. Мы сейчас с него заговорили. То есть можно позвать его все-таки? Да. Да. Можно позвонить. Так мы как-то ему позвонили. Да. Так нету связи же не было. Да? Да. Охранить еще раз? Да, да. Ага. Чего он скажет? Пусть приезжает. Есть конференция с Романом. Видишь, здесь в Москве, там как раз Джейм. Аааа. Я похоже к тебе перезвонил. Я просто... Сейчас можешь не проверить. Ага. Хорошо. Ааа. Видишь? Ну без видео. Ааа. Ну ключи может быть потянет? Нет. Оно не потянет на троих. Ааа. Не потянет. Ну все. Да ладно. Я тебя, кстати, не видел долго, так что не надо. Денис, а скажи, ты... Денис, а ты в курсе сегодня? Денис, а ты в курсе сегодня? Денис, а ты в курсе сегодня? Конференция проходит в Москве. Ааа. Не факт, что она проходит, кстати. Она может быть принесена. На после десятое число. Она приносилась. Не факт. Она раньше была. Да. Двадцать восьмого должно было быть. Просто мы вписали, Тулян, и что-то никому не пришел ответ. И поэтому мы... Да, так точно. Ну да. Ну и вот... Мы вот так вот стихийно провели мини-конференцию, мини-это самое. Вот. Ну и на повестке дня о чем мы хотим вообще? Что у нас у многих свои предложения по развитию системы дальнейшей, а как бы натыкаемся опять на стену. У меня кроется. Да. Крепилась чуть повыше к компьютеру. Ааа. Компьютер. Ты поможешь так? В общем, вот так. Слушай, а ты можешь нам рассказать вкратце, как там сейчас в твоей структуре проходят дела? Что там происходит? Кого рассказывать? Ну, нам всем. А какой состав у нас? В состав Рубен, Алексей Муратов, Евгений Демкин, Андрей Маховиков и Никитин Алексей. А че у нас там такая шаги великой? Вот предупредили бы я когда-то сбылся. Да, да, нет, а че? А че подготавливать? Ты же знал бы, где упадешь, в столомку постели. Ты же знаешь. У нас все спонтанно идет. Как в жизнь. Да. А че? Вот так огромный. Просто огромный. Огромный. Порой даже. Да, порой это бывает даже своим приходится придерживать себя сверху оплачения. А в связи с тем огромный выпук? Ты на годовые или что там сверху неогромные? Да и когда мы, все же разворозились с депозитами, всегда войти. Все же доступно. Ну все же депозиты стали доступны, вот и по 40 концертам. Немного че снимаем. Вот у нас, например, нормально. Ну то есть баланс держится. Съема и пополнение. Не, очень частенько уходим. Больше. А ты у Щукина, да? Нет. Конкористы много запрашивают. У меня вопрос. Мы с какой целью встречаемся? Во-первых, у организатора? Организатор я. Организатор. Что? Хорошо? Ну то есть я вообще не имею никаких? То есть я должен выйти за дверь и должен тебя согласовывать? Нет, ты не должен выходить за дверь и согласовываться. Но есть как бы какие-то правила. Ты должен, пожалуйста, придерживаться вас. А какие правила? Ты мне объяснишь? Я с тобой подумать, где это поговорить. Цель открыть моей конференции даже какая-то работа. Поговорить о развитии системы. О развитии системы дальнейшей. В глобальном смысле. Что, что? Какой глобальный? Давай. У тебя есть предложение, конечно? Ну, в принципе, да. Я вот предложение сейчас схему нарисовал. Выступил здесь минут десять. Получается, да. Получается, ты там со всеми отговорил, а я вот в последний момент узнаю. Ну, нет, Денис, я тебе звонил. Говорим сначала. Нет? Денис, я тебе звонил. Давайте, это можно сказать. Мы Дениса же зачем-то позвали просто изначально. Денис был зачем-то. Приглашу про это какие-то вопросы задать или что? Я просто... Ну, да. Как западное развитие на другие страны? То есть, как ты в целом хама добралась, что-то там решили. И давай теперь подтягивать и спрашивать, что у нас в той своей системе. Ты прийди, выложи свою позицию и выложи свои варианты. И мы все вместе обсудим. Это так же делается. Не, на самом деле не стояло вопрос о том, как дела в системе. Стояло вопрос, как правильно и рамотно сейчас выходить на другие страны. Потому что система работает уже год. И наконец-то на нас начали обращать внимание уже по-серьезному за границей. И что на самом деле сегодня есть огромным плюсом. Потому что именно развитие западных рынков принесет большой поток денег из других стран сюда, к нам. А у нас как раз здесь и выплаты. Согласен. Так, кстати. Ну так вот... Это одна страна. А вторая страна это именно... Это основная страна. Это основная страна. Ну так вот мы как раз и предлагаем. Вот сейчас Рубен... Мы собственно об этом и говорили. Именно про заграницу. Вот как раз Рубен и предлагает вот систему МАНК, о которой уже некоторые работают, некоторые знакомы. Но вот Женя знает... Андрей... А что же ты Андрей на МАНК перехидываешь? Да, свою, которую мы не делали. Ты не хочешь читать о вас, спросить, как там дела обстоят? Какая помощь уже? Не, ну... Во-первых, это самое... Просто у... Допустим, у нас или у вас эта система пока запускается, и уже давно запускается. А у Рубен уже она работает во всем. Да. Да, забывайся, Андрей. Потому что она при тебе почему-то не запустилась. Я тут занимаюсь вопросом я. Так она при тебе тоже не запустилась еще? Что-что? Что-что? Ребят, давайте, смотрите. Там у вас какие-то личные взаимоотношения просто. Я думаю, что вам лучше лишить их вдвоем, ну, этому личному мнению. По крайней мере, не мое это дело, чтобы слушать какие-то ваши моменты. У меня какое-то предложение, раз мы здесь все собрались. А МАК на самом деле или не МАК ситуацию тоже не спасет. Ты автоматизацию полностью не читал в файл? Или нет? Или хотя он еще не дошел? Нет. Смотри, я тебе просто мечку скину. Да, да, я тебе мечку скину. Да, да, я тебе мечку скину. Ты его просто не читай, не запомнишься. Потому что на самом деле, если он понимает, это все широко, то возможность есть, конечно, делать десятнику. Но это неэффективно, скажем так, и очень долго. Поэтому есть альтернативные решения, вопрос, полная организация. Сразу скажу, что я все отправил, он просто молчит. В связи с тем, что он просто молчит, ничего не говорит. А я сделал вывод для себя лично, что молчание так за нас. И противополучие я его выиграю. Потому что я видел проблемы в своей структуре. Я видел проблемы среди своих руководителей. Я видел проблемы, которые невозможно решить. Потому что есть человеческий фактор, который будет всегда. Вот. Поэтому как-то человеческий фактор, он буквально был исключен, сделан на полная автоматика. Как эта полная автоматика работает? Она просто долго рассказывает, чтобы не тратить свое время. И, ребята, здесь страшно не слушали. Я тебе скину вопрос. Мы с тобой сделаем вопрос лично. Уже по беседе. Как вы вот. Да, хорошо. Довольно. Ну, а там, если что-то вы хотите решить, то можно ли я тогда в этом принимать не буду? Участие. Потому что меня как-то не касается молитвов. Там лично и ваших зрителей. Вашими глазами. Но я тоже так считаю, Денис. Ты зря так штыки воспринимаешь. Я же не мучу какие-то там, я не знаю, закулисные игры, которые потом придется. Приведут каким-то... Три. Очень хорошо. Закончим на этом. Давайте просто по делу. Денис, это Алексей. Слушай, по информации по Индии, вот меня сейчас сбросил... Да. 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 И у вас есть. Да, и он только приехал. Да, я тебя просил, мне предоставить список твоей структуры. Список структуры по российской. Тебе сбросит Лена в субботу. Я с тобой разговаривал, да, договорилась? Отдельно выделил мою структуру. Это поза прошло уже много дней, я очень долго жду от тебя. В переводах еще подтверждение не пришло. Это вот информация с сегодняшнего утра. Молодец, так держать. А полностью отчет по Индии будет на английском языке, развернутый по руководителям, это они готовят. Сегодня будет. А по субботе, мне просто Рина сказал, что вы договорились по-российски в субботу на тебя предоставить данные. Да мне конусом суббота не сейчас нужно. Ну сейчас я перезвоню, они тогда займутся сбросят. Ну а что мне во времена конусы, что ли, есть? Значит, не выплачивать конусы, пока вы со мной работаете? Денис, ну вообще-то у меня уже месяц, где выплачиваешь не мнение супруги, никаких денег. А вообще-то и я, и она уволились с работой. Мы сейчас только МММ занимаемся. И у меня других доходов нету. Ну тогда в структурии денег есть, какие проблемы. У нас не там, например, деньги с назад, что теперь через другую структуру выплаты. До этого у вас деньги есть, которые вы могли себе забрать? Какие проблемы? Ты мне просто письменно пришли подтверждение, чтобы не уста было письменно, что ты меня согласовываешь из параллельной структуры. И я, ради бога, я возьму. Ну да. А ты на 5. Тогда, что когда я почту берусь, я напишу. Если у нас в параллель, я вам подтверждаю. Ну хорошо. Хорошо. Я линию позвоню в этом. Ты мне согласовываешь, да? Хорошо. 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 Да, я не знаю. Отчет. Ну я подумал, что зоной будет и по Индии, по России в развернутом виде. Ну хорошо. У меня вопросов больше нет. Там будет, там. То будет у меня такая скорость лучше. Нет, там вроде что-то 3 мегабайта, наверное. Да у меня убит, когда есть ангелет. Да нет, сейчас дойдет, чем минуту осталось. Я смотрю, у тебя напряжет немного. Да теперь спец вообще. Не надо на общечки никакой. Ну, а как это делать? Поэтому я надам коммунизацию, чтобы все было чуть-чуть здорово. А если ты не хочешь, ты будешь разрастаться, ты будешь тяжелее и тяжелее. Там внезапно очень конкурс влияет. Алёк. Алёк. Да, да, да. Привет, Влад. Давай сейчас тебе перезвоню. Сейчас я с мятой этой крови, буквально пять минут, и перезвоню себя на кровавую. Да ну, Влад, ты можешь сюда подыреть, ничего хорошего. На них ищи сами посеяли баки. Неправильными действиями. А потом это все понеслось. А потом там феликс, что-то опять личные какие-то взаимоотношения. Я не буду слазить. Как правильно поступать вот с этими людьми, которые сейчас хотят переносить под пять процентов, чтобы у себя на счетах держать деньги? Блин, а я вот это вообще не знаю. Причем, допустим, я прекрасно понимаю, что сейчас даже старые участники через подставных лиц будут заводить суммы до тридцати тысяч долларов. А то и выше, если согласуют. И выше, по большему количеству. И просто их держать там, они не заведут их потом. Да, они не заведут. Они просто будут вытягивать систему денег. Да, я смешку видел. У меня уже заявка на один с миллионов таким способом. Где это мы находимся? Ну, давай, да, постараюсь. Сейчас компьютер занят, а мы... Вот это мы где? Радиссон славянская. Радиссон славянская. Радиссон славянская. Ну да, здесь переговорный. Нет, Радиссон отель славянская. Метро киевская. Ладоса славянская. Киевская, да? Площадь Авроры. Площадь Авроры метро киевская. Я не знаю, на самом деле это все очень сильно путает. Ну реально. Только все упростили. Только все сделали так четко, прозрачно, без злоупотребления. Сейчас еще мой бонус будет убрать и вообще было бы все отлично. А тут, блин, опять геморрой. И причем мы сами стимулируем людей на злоупотребление. Как бы это, ну... Тем же бонусом. Когда человек вводит деньги, заводит через родственника, чтобы получить бонус, еще реферальная заработка не один. Но... Потому что... Потому что... А, нет. А, нет. Пожалуйста. А теперь еще выберут этот бизнес. Про безопасность. Безопасность программы? Да, да, да. Слушай, но она... Нет. Я тебе могу так потом рассказать, если надо будет. Да все продумано. Там много серверов. Включи специальные конкурсы 56-битного шифрования. У вас данных на одном месте. Алгоритмы обрабатывающие на любом месте. Соединяются они ключами через прокси, которые там умирают. Каждые там 10 минут, чтобы не отследить. Ну, в общем, там, блин, ребята такие, они с гуглом работают. Вот. И они прямо в реальной шаре, и они прямо вообще... Ну, то есть... В первую очередь, они за идеи, да? То есть, если вы долго работали, ну, то есть, и общались, мы вебинары, мы видели. Они все молодые, как бы. Вот. И они понимают, что они делают. Они понимают, что... Будут пытаться взломать нам. Понимают, что, в общем, все. Вот эта история. Они все это понимают. И как бы они мне там близко целое. То есть, они мне объясняли, как это все будет. Ну, я, по крайней мере, не хотел бы все эти истории. Со своих картов, как правило, я уже не нашел. Пока слабых мест. Именно по поводу слова. Попробуй. Ну, что-то я не смогу. Что-то отключать. То есть, как можно еще отключать. Но мы решили, что у нас начало будет. Ну, ладно. Будет есть по серверам разных. Вот, снятых по разных путей, как бы. Ну, то есть... И... Которые, как бы, на первую очередь, не взаимозависимы от атакой. Они будут связываться через ключи шифрования. То есть, прок. Проксер, во-первых, умирает. По физически. То есть, в холмоплитку он затеряется. И ключи шифрования, чтобы понять, что это за данные. Надо же это расшифровать. И поэтому это непонятно. Ну, то есть, фактически местоположение сферировки. У нас непонятно, а какие данные... То есть, данные шифровые, вот так же идут туда-сюда. Отдевать. Может, позволило. Те люди, которые... У меня это сделают. Что он тут сделает? Не может. Не может. Арт-билектора. Это требуем функции арт-билектора в этом клубе. Вот. Вчера, как бы, это работает. Даже если они в Север закрывают, что-то там... Занять в кабинет. А если с Владимира, в принципе, тоже не займешь. Сейчас надо. Давай я перезвоню. В Север работаю. Третий, четвертый, пятый. А программа регистрации, там регистрации, только получающие свой иран, как бы, исходный конкур. Ты же сейчас мой руководитель, да? Просто вы удаёшь людям и даетесь. У вас в регистрации она может быть на любом сайте, фактически. Что же, честно говоря, всегда. Да, да. Просто, как бы, можно... Ну, сейчас он не путей, вы просто... Она, собственно, на сайте, всё. Она уже соединяется с... Да, он не фиг, есть. Купите. Да, отправлять данные из этих вопросов, я... Чтобы, правда, регистрация была на одном сайте. Она будет... Причём, это всё равно, как бы, так вклад не перенести, серопатичный, будет запускаться параллельно. А для этого нам есть ограничение в 100 тысяч. То есть, на первом месяце от начала понимаешь, что он может быть системой больше, чем на 100 тысяч. Ну, я думаю, что... ...своего вклада. Для чего? Чтобы не ставить цены быстрее и самым вам выдёркивать. Потому что там, в стороне, конечно, кто-нибудь будет совсем привезти на кладника. А те, кто там в самом конце, что-то попадает, может, со своими играми, потому что в начале играли, кто будет. В начале будет много. Потому что было денег в этой системе только, возможно, на карточку пользователей. и деньги не подчеркнули. Может, не на рекламу, а на соответствующую банку, с самого начала, и в новой играли. Потому что семьёвровые, даже программа, у нас, соответственно, высокого отделена, как эти деньги уже будут тратить на рекламу, на продвижение системы. Соответственно, те люди, которые будут захотеть, в последний момент. Человек, который пишет работе, потеряем финансовый смысл. Мы их просто упадем. Мы предлагаем, что если у нас есть процент, то есть, если мы не соглашаем, мы не получим его на продвижение системы. Если нет, то ему предлагать какие-то другие употрясения. Но если сделки совмешаются, то они не успевали, то они будут через три месяца и другого процента. То есть, они говорят. Вот, мы вам даем, например, 50 тысяч. Каждый, как вы, без процента, не знает. В эти 50 тысяч продвижение системы обратно. По условиям мы даже не даем, мы просто очки передадим вот этим вам. Просто перечислим. Они зарегистрировали всю систему, мы даем вот перечислим очки. Они эти очки просто будут по мере поступления продуктов снимать. А по условиям, тело самого закладывали, в какую точку мы видим, а так у ваших задачах, от нас все как будет. На самом деле, все, на самом деле, просто просто поворот денежку. С системой. Да. Валюта старого. Потому что мы, эти деньги, эти деньги мы вот дадим, точнее, мы их дадим, они не воспользуются, они нам дадим, и чуть-чуть людей приведут. Ну, ты даже представляешь, там же человек, как в гимнере, вот там, ищет, 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 ищет. Открыть один, две пластиковые карточки, как у нас есть, пользователи, как у это. Плюс, установить клиент, пособую. Вся вот эта процедура, положить на них деньги, то есть сам понимаешь, это достаточно, ищет, 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 ищет ищет. Для раскрытия, как ди necessarily ... С книг 长 Игорь для Google と и Включаем на один стиль. В этом промокусе, в основном, они будут расширять вот эту схему. Для того, чтобы начать уже... Здесь есть любая главная руководитель, а в том, кто укрепил, если вы хотите, здесь нужно сделать новый человек, с англестеймом, а так с англестеймом, здесь с англестеймом, здесь тоже создавались в исходный код из ссылок для регистрации. То есть, материалы будут, короче, рекламу, понятно, а еще что? Ну давайте, сейчас, сейчас бежим, и отринять его, не надо, если вы маркуете, то мы быстро перешли, мы не разрастемся, так, просим вас в день. Детям, понимаете, что потом, когда мы говорим, мы должны говорить вам о том, что там будет, может быть, как пройдет, что это, что это неспользуется. Конечно же, они не привлекают, если вы не знаете, если что, это будет, то это все чушь. И, наверное, все эти проценты, которые понимают, что это не так. Все. И, все. И, все. И, все. Нет, ну это вот надо, не, 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 сейчас. У страны, можно, много свободного времени, как бы, очень же просто, а у нас в тех, может, и все, чиновек. Это есть, и фирмация войны. все в курсе все в курсе поэтому я всем приглашаю, потому что я другого выхода не вижу просто я его лично не вижу если у кого-то есть какой-то другой вариант, который мне можно логически изгадать, чтобы не было никаких приконов блин, я бы готов пойти с ними, мне вообще все равно вот эти мне самые главные кредитики мне нужны смены цивилизации, какие-то определяющие я честно сказал, что я у него маленько подукрал идеи вот я говорю, у вас идея такая, мне она понравилась я решил, что это я, короче, готов к этой идее тоже идти и все ну, апокалипсис, отличная история, что посмотрим, чем делать но такими этапами, которыми мы идем к апокалипсису, мы, блин, придем через сто лет, а если придем вот, потому что очень низко, сразу нужно голубого выпить а у нас такого инструмента нет 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 вот поэтому, раз его у нас нет, значит, уже не получается, как у Чингисхана поэтому рады, что мы будем как бы поближе к реальности ну, не знаю, здесь вот, ребят тоже, блин, Рубена хочет это покинуть нас ага нет, я просто с удовольствием еще пообщался, просто у меня 6 пропущенных вызовов и надо с Димой поговорить ага ладно, Рубен, тогда прощаемся да, если еще наберем, да, и будет у тебя возможности да, да, я здесь пока, сейчас переговорю, ребят ага все, всем счастья ага пока давай, у нас вот я с вами так да ну, здесь все договорились а как с этими пятью процентами все-таки решили? а с пятью процентами, слушай, я не знаю, я вам в доме сказал, что они как-то контролировали в уманке это не отражено по мне никак и поэтому они что-то эти все пять процентов а в кабинете, в основном кабинете уже встроено или нет? в кабинете? нет Денис, подскажи, пожалуйста, как быть, люди звонят по этим пяти процентам, очень много людей которые нафиг, в принципе, не нужны они никогда в жизни не говорят, мы не будем переводить в систему, хотите нам на халяву денег дать, давайте ну, хорошо, а какой вопрос? ну, что делать? получается, они говорят, что типа, мы на свой счет положим деньги, а вы нам пять процентов каждый месяц давайте от этой суммы готовы ложить там чуть ли не по тридцать? да, следует надо понимать о том, что есть 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 некое, как сказать, указательное правило, да? что ты ему скажешь ребят, ты не алфантазов не знал я на чему нет, так я не говорю, что я отказываю просто нет механизма, никто мне не может сказать механизму как правильно это делать да, работал, все нормально, но мне понедельник, среда, пятница, отправляют скрин, плюс, там, ну, перевод, там, гривна, короче, чтобы видеть или там, когда надо все нормально, но, а пяти процентная мапа где? курсы так подожди так подожди пять процентов ты просто держишь до куряции пять процентов не считай это как вот с этим с недельным депозитом посмотри, там, десять процентов а, понимаете, когда мы будем отображаться, куда деньги ушли со счета а, 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 а как Денис, а как будет в отчете отображаться, что деньги за счета десятки ушли под пять процентов каких-то куда-то, кому-то, как это? нет, это в данный момент уже все отражено насколько примерно два-три дня уходит там все на общественном кабинете ну, как, как, да я вот, то есть, я, мне надо назначить десятника в кабинете, я почему-то не могу это сделать не синхронизация не проходит а, а у меня вообще пипец кабинет я опять все выставляю здесь в первой линии я это где-то распределал но у меня это все абсолютно да, у тебя в первой линии теперь сто тысяч человек ну, у тебя в первой линии теперь сто тысяч человек? да да ну, я там, конечно, определенные метроходы выли кстати, а у вас есть еще? да слушай Слушай, я не знаю, но в кабинете мы вообще только введём свой курс. Больше он человек. Нет, ну всё главное, фигач. Вот и структура в кабинете. Ну вот я сейчас смотрю, у меня такая структура есть. Сайт. Сайт. У меня есть сайт. Просто. Сайт какой-то. Вместо фамилии и имени у меня есть сайт. Хороший парень, ребята. Да, прям с ВВ точечкой. Какой-то что-то максимум, точка в комнате. Какой-то. Какой-то. Вы чаще. Ну да, мальчик, зелого животного. Это притянуло. Вот ещё вот так. То есть, похоже, говорили, что вы не участвовали. Да? Да, да, поправились. Вот. Ну, короче, прикол. Вот здесь ещё, например, вот здесь я смотрю, у меня три Бошева и Игоря. Прикольно, да? Да, да. Бошев. Игорь, Бошев. Игорь, Бошев. Ну, у меня тоже таких по несколько человек. И непонятно, откуда они взялись. И, ну, один вообще есть, получается, он мне сказал, что у него завис браузер. Он нажимал, окей, окей, окей. И полностью три одинаковых человека. И на одного я начислил Мавра, а два остальные пустые. И как удалить? Я с Кирова общался. Они говорят, типа, а на нём начислено. Я говорю, так ещё, ещё там остальные два, которые пустые. Они говорят, мы их не видим. И что делать? Что делать? Слушай, ну это какой-то, ты вообще прямо задаёшь риторический вопрос. У меня ещё Чернышевский спрашивал, что делать. Столетия идут, никто ответить не может, а ты хочешь прямо, чтобы ответили сразу. Я не знаю, что делать. Писать программистам. Мне кажется, это, судя по тому, как отреагировал Денис, это бесперспективное занятие. Я не знаю, что, может быть, это буду запускать, как новое не буду. Что же делать? Что же делать? Пишите, позвольте. Ну давай, с чёрным. Что же делать? Пишите программистам. Вот, поэтому я не знаю, честно. Я говорю, я вижу, что куча вокруг этих рождается. Понятно, пирамида, чем пирамида. В общем, тогда, когда надо было, я все изучил, какая у них реферальная программа есть. Я встречался и с там, с этим, которым Оксану продают. В общем, и в онлайн погрузился. И в эти ideal balance, там всякие auto play club, все это просмотрел. В общем, он изучил самое эффективное, на чём они все держатся. Перенял, объединил всё, объединил в эту аудиторию. Подумал, что могу плохо поназвать персональные единицы. А потом услышал товару глупую и фигуру толкотку. Понял, что, короче, первая дорога идёт с товарищами. Там, кстати говоря, Рубе, там ещё есть информация интересная. Вот по каналу МИР прошла недавняя передача про финансовые пирамиды. И в том числе, там в народе, там положительно зацепили кусочек. И вот именно концовка заканчивается. Именно кто может реально обрушить доллар. И там называется, если Россия, Индия... БРИКС. Да, БРИКС. Объединятся, говорят, вот эти страны будут обвалить доллар. Причём я эту передачу смотрел вместе с двумя русскоговорящими индусами там, в Индии. В Россию, значит. Да, в Россию. Всё, и чем знать? А? Всё? Всё? Ну что, для кого-то саботаж? Слышали про песню? Какого-то зависит. Нет. Чё это такое? Напоминает. А? Чай Ромский. Да, проходит. Слышите? Все правильно. ВСК. 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 Зайти, считавшись интерьер, не здравствуйте одного человека. Слабо вечера разобрать. Прикнуть его сейчас даже иду. Обозвались? Если печку разобрать, мы зимой замерзнем. Подумал, сказал Альчин. Ну и вообще, пришел вечер мускуй, не зажжет печку. Смотрит, что для него тепло приятно. Пройти вторую новую груза. Понятно? Две равные комфорта. Только умеете, что жрать, старайтесь смотреть на огонь. И сдавался Тимошка. Вы все ненастоящие, понимаете? Анти-многозначительно пожал плечами и пошел обратно в кухнецу. Тимошка начинал глупого. Но многим нравились его выступления. Где они сейчас? На чем поле памяти, аль? Тимошка откнул пальцем с ругенького крестьянина. Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день. Зайдался крестьянин. Добрый день, а слабого дайкалил первым крестью, аль? Тимошка. Крестьянин с таким поражением лица, что он оказался собой. Сначала яхинского. Только то... А зачем? Совсем потерялся крестьянин с подозрением глядя на местного цыгана Кришку, который тут же ненавязчиво стал прохаживаться. Баку по нему от демонстрировал свой дом, что именно... А честный бюджетный сочет? Сочетный... Честный... 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 Что, Денис отключился? Честный... Вот так вот, прикол. А че с кабинетами? Это у всех такой бардак в кабинетах, или шо? У меня какие-то участники непонятные в кабинете, я их не знаю вообще. Честный... Честный... Какие-то, короче, очень много людей, которые еще откуда-то, я не знаю. А дештышник, кого-то сюда. А назначение десятников, это у всех оно так не синхронизируется, или только у меня? Не знаю, я тоже. Ну ничо, у меня нормально все проходило. Ну вот, мне надо назначить участника, вот... А че обновления закачиваются в кабинете? Только что закачалось. Только что закачалось. Кто-нибудь хочет участника, который пришел в систему за 20? Это ты раскрываешься, почему ты делаешь? Ну нет. Ну у меня... Я, короче, регистрирую... Как-то у меня так получается, что я регистрирую в кабинете после того, как это вот... Малыш, две, не любят. Ну, представляешь, когда закинутки. Я вот, я говорил тогда, закинутки. А вот, когда закинутки, посмотреть... Тысячи же... Че делать? Ну просто вот пошли тысячи. И отказать никак. И как регистрировать? Умелеть прямо над ними, а? Ну надо же, заработало! Так, отлично, это уже радует, это успорит процесс. Денис, еще хотел спросить, вот этих все, которые просятся, как их, я не сторонник, чтобы с других структур переходили, но их уже стало много очень. Да, кстати говоря, Денис, вопрос актуальный. Просится, допустим, здесь структура, как я просил, израильская полностью, Литва полностью. Причем они говорят, у нас все эффективно развивается, все положительно, а наверху как бы там все плохо, и хотят именно к нам... Ну да, и там, короче, у нас те, которые вот ко мне просились, они говорят, что типа, они уходят, потому что вот слишком долго они что-то согласовывают и выводят только по тысяче долларов. Ну вот те, кто присылает отчеты, которые хотят перейти, у них там, ну, положительно, все нормально. Один я тебе пересылал одного парня, ты сказал переводите, он перевелся, все нормально. Остальные я, короче, оставляю, как бы такой, знаешь, дверьку такую оставляю для себя, типа фактор третьего лица. Говорю, что я там посоветую с руководством, вы присылайте, и в конечном итоге с тобой потом согласовываю. Ну да, ближайшие выплаты в ближайшие пару месяцев сотни миллионов, а у тебя в системе ячейки нету этих денег, то фактически ты потом себя просто и подставишь через месяц. Ну правильно, так я вот так и, короче, и поэтому и не стремлюсь там особо кого-то принимать. Лучше своих развивать, динамика положительная. Сейчас вот еще третий офис откроется. В Киеве один, два в Виннице, то есть даже четвертый. И там я вот планирую по районам, по райцентрам, короче, чтобы развить, потому что в городах люди, ну, во-первых, уже все осведомлены, а вот в райцентрах они прямо бегут с динами за корову. Бывает. Слушай, ну, пожалуйста, ты тут сам регистрируй в заемке присылаешь, а вот? Не, мне тонкалитка присылает. Ну, у нас в структуре вот под тонкалитка там, как-то тысячник еще один. Вот он, как бы, это постоянная гойная корова. Я у него, я уже всем сказал, что просто давайте его расформируем. Я готов взять двух людей, как бы, просто поменять. А это не аппарат? Нет, такой есть, сейчас, знаешь, как у него вылетело. Щанок. Щанок? И я кого-то снять не было. А там у меня другие, да? А щанок не было. Вот, но я уже отоживаю. Я уже даже ему говорю, молчатый, милочетежь, разнадежь. Давайте мы сразу эти деньги заберем, право, реализируем, там, уходы, чем-то, и дальше. Давайте включайся. И все, поставим нормально руководителей. Развелась здесь тишина. Да я это, говорю, неисправит. Потому что, блин, в любом случае, представляете, сколько у нас руководителей? Вот, представляете, сколько сейчас системе руководителей? Просто немерено. Меркость. Меркость. Оно вообще никакое. Потому что реально, чтобы быть руководителем, руководить структурой, даже малобазимой, а у нас структуры под тысячи человек. И вообще, представляете, что это заботы целые вообще? Так, да-да-да-да. Там люди, чтобы руководить, учились, будет 5 лет. Потом практика там, 10. Потом еще чего-то. И потом они только начинают руководить, а у нас, блин, на тысячи... И не факт еще, что эффективно. Да-да-да. А у нас просто это становится десяти тысячниками, там, в течение, там, некоторых двух месяцев. И уже все. Думаю, что они могут структурой управлять. Ну как? Да-да-да. И причем имеют большое желание расслабиться, уже отойти, но при этом получать, как бы, ну, деньги. Ни хрена не делают. Да-да. Вот именно. А там происходит... Вот, в частности, то, что происходит в системе Константинова, это как раз-таки слишком здоровая структура. Вот. Огромная. И внезапно, так как они еще в разных странах, соответственно, они там начинаются какие-то определенные конфликтные ситуации. Причем, мы должны понимать, что константинова эта структура Феликс. А, соответственно, определенное влияние туда Феликс оказывает в случае каких-то конфликтных ситуаций, потому что он так же и выполняет инфу КРО. В связи с этим происходят такие истории, что, например, грубо говоря, ну, вот, реальная история, когда люди, в общем, друг на друга гонят в системе, да, там, конфликт, вкладчикам ничего не выплачивается, каждый видит свою правду, это, конечно, только получается по атаку. А конкретно происходило что? Сергея, ну, я не буду называть имена, чтобы это, да, там, просто. И, соответственно, в некоторых местах началось, там, режим спокойствия ввели, началась какая-то вся нормаломальская, там, паника. Все же люди разные, если у нас все ровно, это не означает, что у всех все ровно. Вот. И, соответственно, для того, чтобы уставка режим спокойствия с ним было все, как бы, очень тяно, было введено решение на местном уровне 10 тысячи, выплачивать все частями и полные суммы не отдавать. Об этом было озвучено, как бы, всем руководителям. Ну, соответственно, руководители, как думал, это же, опять же, слух уже пошел. Ну, донесло, что участников, что сейчас, вот, когда режим спокойствия снимется, те, кто хочет забрать деньги, будут получать свои деньги частями, а не полностью. Что еще больше усугубило ситуацию, потому что люди, скорее всего, подумали, что раз платить частями, значит, денег нету, значит, дело шпах, короче, пантелей еще нету, в общем, и все. Ну, и когда режим спокойствия сняли, пошли массовые заявки на рынок. И мы стали платить частями, как и договаривались. Соответственно, начался шум грамм, все это дошло, как бы, до руководства. Руководство сказало, руководство, это, как бы, такое руководство, которое не имеет большей структуры, но, тем не менее, определенные решения в системе принимает. Она сказала, выплачивайте все по полностью, то есть никакими частями, но они и начали платить все по полностью, соответственно, быстро обновились. А когда они определились, они сделали запрос наверх. А когда запрос наверх пришел, и люди увидели, что 26 миллионов, очень быстро обновлялось, они решили, что это киток. И начали их проверять. Пока они не проверяли, а так как они проверяли, это тоже люди, это шпло время, и при этом проверяли, сами знаете, как сегодня проверяют, завтра, жена заболела, проверяем, еще что-то, ребенок на горшок хочет. Соответственно, все это тянулось. Тянулось, 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 и те заявки, которые были отправлены на меру, они не выплачивались, соответственно, они протянули за собой недовольство этих людей, шума, и опять повторную волну, как бы, паники для того, чтобы освободить деньги. После того, как заявка была проверена, получилась такая история, эти не выплачивают, потому что думают, что если те выплатят по заявкам, то получится двойная вытолка, те не выплатят. Это вообще непонятно почему, после того, как они их проверили. А с друг другом они связаться толком не могут, потому что из-за того, что они лукались, один друг не берет, когда тот звонит, а тот ему написать толком не может. И получается вот такая шляпка, что деньги не выплачиваются, денег вакон, а люди договориться друг другу просто не могут. Вот реальная история. Человеческий фактор нужно убирать здесь из управления. Конечно. Ну и представьте, по телечию, сколько им уйдет, он же не может дать им все это раздулить. Ну как? А это никто не раздулилит. Сейчас все. Ты думаешь, крыло у нас потом судить будет, вот так вот между двумя участниками конфликта, и никто прав, кто виноват. Это человеческий фактор. Его вообще нужно из системы, как бы, ну, по возможности устранять. Стараться все вот действительно автоматизировать. Сначала сделаем так. Сначала сделаем так. Сейчас вот, грубо говоря, через неделю полную появится предварительная регистрация участников. Значит, грубо говоря, ну, мы будем строить просто цепочку. То есть построим цепочку. Цепочку предлагаю, чтобы не было никакого обидно, из руководителей, то есть реферальный код, вот, например, там получает, там, кто-то реферальный код, и он сдает свой реферальный код только своим руководителям на первую талию, чтобы они могли тоже кого-то подключить. Потому что если там 10 тысячи и подключить всю структуру под себя, понятно, что он там сразу получит, там, миллионы, вот, но все остальные будут, блин, начинать с нуля. Поэтому как-то вот эти коды так раздать людям с промежутками во времени, чтобы подбамер много было подключено, ну, еще чтобы ваши руководители тоже, ну, это же и дальнейшие будут стимуляции, бега про, там, кулку куляк, реферальные падают, падают, читать, чуть не надо ходить, вот, все, что угодно раздавать, рассказывать. При этом все знают, что полтора года до кодекса кулы больше проработалось, еще больше процентов и до сих пор работает. Ну, кубе бедно всем все платится. А не платится это не потому, что денег нет, а потому что люди договориться не могут. Ну, как бы, если это доносить, то тут уже факт, просто глупый факт, который невозможно не принять, потому что этот факт, который вообще известен, это то же самое, что кулку кулку. Вот, и все. И они будут подключаться, 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 а потом мы на определенной группе, когда уже появится клиент, протестируем, альфа-тестирование это называется, после альфа-тестирования поймем, что все нормально работает, все алгоритмы перевозят, все ручком, потом мы сделаем бета-тестирование, например, на группе людей на тысячу 20-30. И вот если это бета-тестирование пройдет нормально, тогда уже будем прямо всем остальным говорим, что все, что клиент готов, можете, короче, устанавливать и где-нибудь вкладывать. А на группу момента, просто за 2-3 месяца, которые будут, попутно с МММ, потому что МММ, все равно мы на ней живем, и это данность, и с ней надо работать, и туда принимать, принимать, принимать. Попутно с МММ, будем просто строить цепочку, сеть, то есть просто регистрации людей, направлять на сайт, чтобы они регистрировались, пошли в банк, открыли две карточки, подключили банк онлайн, вот эта вся лута, все инструкции будут. Сейчас разрабатывают ребята короткие инструкции, чтобы люди не мучились, прямо делали в алгоритм все. Вот, и попутно качаем, а мы думаем, пока качается. Потом начнем полки-пайночку все это хозяйство перевозить безболезненно на МГ-рельсы. По-любому это получится, потому что, ну, невозможно вообще сделать так, чтобы МММ было еще что-то, просто невозможно. Уже все говорили, вдруг не мы мы вообще в сети, а мы допустить, чтобы мы все ухнули, не можем вообще никак. Здесь, Робин, здесь еще знаешь какой плюс, на самом деле? Вот, если сейчас параллельно выстроить это, то в случае, если, не дай бог, что случится с пирамидой, представляешь, человек, допустим, уволился с работы, залез там в кредиты, потерял там голову, там, от того, что такие доходы, и вложил последний. Вот рушится, и у него ничего, ни работы, ни зарплаты, неесят кредит, а человек по такие низости и подлости пойдет, даже в том самом АБЭПе, и забудет про то, что там на финансовом ряде, что предупреждался, и все, атаковано тебя наговорит, какие показания отдаст, что мама не горюет. А когда будет параллельно выстроенная структура, от которой, в которой человек будет получать, там, доход-то меньше, но будет получать, он, по крайней мере, на жизнь будет хватать, или там, на кредиты на те же самые, как бы выплачивать. И тем более, если он это будет получать непосредственно из твоих рук, от тебя, то, соответственно, рук, который его кормит, кусать не будет. И, по крайней мере, худая беда, по крайней мере, можно будет выжать. Некая страховая компания здесь, внутри сети. По крайней мере, можно будет перегруппироваться, собраться, перезапуститься, в случае, если какие-то там, ну, проблемы в МММ. Я согласен, конечно, потому что, опять же, совершенно полностью с тобой согласен, но, есть такой момент, что ты, вот говоришь, зарабатывать меньше. Я тебе так скажу, что при матрице 3 на 3, а что такое матрице 3 на 3, это ты подключаешь 3 людей, и те подключают еще 3 людей. То есть, это бабушка, мама, папа, там дедушка, там сестра, брат, дядя, тетя, ты получаешь на седьмом уровне 2 187 человек. Если каждый привел партнер, если каждый положил по сумке, а тут на седьмом уровне только, то ты сколько седьмого уровня получишь? 2 187 000. Это один процент. Кругой, послушаем. Седьмой уровень, а еще же есть 5, 6, 3, там денег, не имеется вообще вакон. Ну или это? Любая, слушай, не хочу бы спорить, как бы, это по матрице, может быть, оно и так будет. Но вот здесь, допустим, как бы, на слух, это, конечно, то, что и росту, процент будет установлен, фиксированный. Все-таки, на самом деле, по телечному говорю, что финансовые пирамиды, это не физика, не математика, это больше психология. Вот здесь я как бы соглашусь, потому что здесь не нужно регулировать, здесь вот приток и отток. Сумма долга, она как бы может быть до бесконечности. Главное, чтобы вот эти два составляющие, как бы, новую амблю. И поэтому нельзя, мне кажется, ставить фиксирование, нужно ее регулировать, в зависимости от ситуации в системе. Если ситуация, если ситуация, если бонус надо регулировать, мне нужно посмотреть, задача, как бонус регулировать, мы будем регулировать зачем-то просто. Всем будет сразу сказано, что в этой системе есть как-то у васcido. Никаких руководителей нет. Соответственно, деньги берутся с персональных карт пользователей с регистрированной системы, как, значит, карты пользователей системы, а перечислятся к ним на ваши личные банковские карты, тоже с регистрированной системой. Соответственно, деньги берут вас в агробной оборудованности на уровне амблату а также будет общей бюджет системы сразу вот здесь бюджет системы в россии там например миллиард рублей каждый увидите каждый часть полное количество участников полный бюджет вот видите что включает там чем-то начать и еще чуть вы конечно можете продвигаться файл и начать воде паники но тогда ничего не получится просто раздерпанить я станет все разбитым календарь придется начинать с самого начала а так как вы понимаете что эта система москопе и она может существовать на самом деле но вот ты понимаешь все понимаем это но не основная масса большая опасность для вас я структуре сейчас вела всем чат и часу не большая угроза в этом один подверстие паники тоже сезон паниковать уже все они одинаково начинают себя вести поэтому чат и форму это очень большой не должны не знать всей этой информации информацию должны знать но один двой который ведут как бы регулируют работу пирамиды зная всю полностью экономику не подавая вида не поддаваясь к панике просто будет те или инструменты плюс либо в минус там бонус допустим как бы тем самым регулируя общий поток ранники прикручивая закручивая наверху приток и слоток но нельзя масса потому что не должны одинаково все действовать наоборот здесь нельзя чтобы они владели информации все одинаково в той или иной ситуации как бы себя вели вот именно в разрозности поведения получается неустойчивость на самом деле это вторая экспериментивная точка зрения я вот по поводу этого думаю потому что не только для тебя слышим что нельзя показывать общий бюджет ну не нельзя нельзя можно говорить там на словах там например что количество участников там столько это средний вклад по системе такой-то вот и считайте это психология очень хорошо срабатывает плюс я сделал еще такую вещь попробовал короче рассылка рассылка вот смотри вот участники в десятке да у меня есть короче все номера телефонов участников моей десятки и я вот у меня если бы вот особенно когда вот эти бонусы там 40 процентов короче не важно когда вот идет приход а приход идет и и всем просто идет эсэмэска типа вот наша десятка пополнилась там на 5 тысяч гривен там потом бах там наша пополнилась там на 10 тысяч и эти эсэмэски приходят иногда по 2 по 3 в день каждому участнику или оно создало такое что они начали звонить а может еще надо вложить там что там как там но такое так вот мне вообще говорили эти там ребята которые занимаются вот этим построением быстрым они говорят что очень было бы классно чтобы на сайте не статично висело 30 миллионов а чтобы каждый день там циферки бежали вверх да дальше я предлагаю сделать средний вклад вот как средний вклад или ты сказал средний вклад в системе такой то есть эти данные висят просто в кабинете у каждого пользователя дальше а сколько денег приходит ну то есть например в реальном режиме времени то есть не общий бюджет а просто плюс 100 плюс 200 плюс 500 плюс 600 вот как марк присылает эти уведомления да да а также общую сумму выплат то есть на сегодняшний день нет не надо вообще эти суммы выплат зачем эти суммы выплаты если суммы выплат в видеоролике на ютубе будут вообще никак себе не нужно показывать экономику участникам не нужно им это знать ну честное слово вот именно приход приход очень мотивирует а выплаты как-то чужие выплаты скажем так не радуют участника вот вася получил миллион ну и хер с тем что Вася я же не Вася вот мне пока миллион не был он мы миллион получил да да то есть как бы почему то не вот именно рассылка смс очень хорошо сработала вот когда был кризисный там момент я ее вот ввел короче и как-то вышла ситуация сверху я еще не разу не запрашивал денег у меня короче запрашивали там и не раз в прошлой структуре сюда сейчас вот перевелся вот с Денисом работаю то нормально короче ну и я короче опять же не обращался пока никуда и думаю что и не буду в ближайшее время все нормально выровнялось все хорошо самое главное это вот было поработать именно с самими участниками очень во многих структурах проблема возникает из-за того что руководители они настолько далеко взлетают что они забывают о том что вообще такой у них участник есть и что там два месяца назад он его там чуть ли не в попу целовал и не рассказывал как мы будем жить хорошо а теперь он ему звонит а тот говорит а кто это типа а что вы вообще ко мне звоните там я занят пишите мне письма ну вот так примерно ну короче что я могу сказать можно еще короче прикрутить какую-то такую программу которая бы автоматически делала рассылку по номерам телефона о том что вот у нас как бы новый участник там там Иванов допустим без инициалов просто фамилия допустим или как или просто имя просто имя вот и такой-то вклад и все Рубен а если вот такое предложение вместо двух карт которые одна на вход, другая на выход сделать одну банковскую карточку с прикрученной бонусной программой то есть человек когда туда кладет деньги ему числяются бонусы то есть по типу там связной бонус это будет собственно МАУРА и сделать расчеты в МАУРА во всех магазинах и так далее то есть чтобы у человека была одна карта а не две то есть она совещенная там равняться и деньги и она там одновременно является и бонусной программой в том числе бонусной программы будет наша которая начисляется в МАУРА в МАУРА наверное не у всех странах так нужно сделать в МАУРА ну банк связной да они их вычисляют связной так работает потом Евросети отзнают так работает тоже и банк из карты а как разделено вот с банкоматом вот эту карточку в банкомат например в столе захочет все снять и все сними так вот то и дело что эта карта только была на вход и одновременно денег они там хранятся это деньги системы при этом начинается МАУРА и все расчеты между магазинов ведутся МАУРА то есть отпадает необходимость снятия в МАУРА списываются у тебя бонусы через год через год будет поздно причем тут получается оборот бонусов а деньги фактически лежат как обеспечение этим бонусов на счетах они даже не ходят и при том мы экономим значительную сумму на комиссионных банках и дают деньги вообще идиот слышишь Рубэ? 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 расскажи мне идею алион алион доверенность в офис завести в офис завести в офис завести я в Москве я не решила с такими я не решила вчера даже не сходя домой из офиса ну не разговаривать даже у нас не не алион 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 Рубен, ты с нами или ты ушел в интернет? Нет, нет, с вами, с вами. То есть, по сути, деньги чисто аккумулируются и являются обеспечения. Вот мы уже перешли с ним. Да, деньги являются обеспечения. Отключилось? Давайте сейчас заперем. Что-что? Алло! Да, да, да. Рубен, вот смотри, если мы сделаем одну банковскую карточку, которая будет на вход в денег, а при этом за мало начисляется в качестве бонусной программы. При этом человек... Существует одна банковская карта, которая привязана бонусная программа. Типа связной. Вот как связной делает, Евросеть делает, малина, то же самое. При этом человек, когда кладет деньги, он не имеет оттуда права их снимать. При этом ему начисляется Мавра как бонусная программа. Все расчеты между магазинами, интернет-магазинами и пользователями ведутся в Мавра. В бонус. Нужно будет договориться с владельцами интернет-магазинов, чтобы они принимали эти бонусы в Мавра. В дальнейшем вот такая система позволит нам не снимать наличность с этих карт. И они будут как раз... Перегонять бонусы будем. Будем перегонять бонусы, то есть экономия банковскую комиссию. А вот эти деньги, которые мы саккумулируем, будут обеспечением этой бонусной программы. Что позволит как раз и повысить итоговую капитализацию всей нашей системы. Да, смотри какая ситуация. Можно... Значит, можно как сделать. Точнее, не можно. В этой системе, в которой мы говорим про футбизацию, там будет, значит, реализована такая история, что ты можешь по номеру, то есть по исходному коду пользователя перевести персональные инфиниции Мавра в любое количество, которые у тебя есть разворожены. Соответственно, можно подключать магазины. Прямо как, грубо говоря, юрлицы. Просто эти юрлицы будут иметь ниже банковские карточки, потому что юрлицы могут открыть просто пластиковые карточки и зарегистрироваться в системе. И, соответственно, когда ты хочешь что-то у них купить у этих юрлиц, еще что-то сделать, ты просто на код, который принадлежит юрлицу, переводишь персональные единицы, а если ему надо уже получить деньги фиатные, то он просто обналичимый у себя через карту, как пользователь системы и все так. То есть юридические лица тоже можно подключать, потому что у них тоже могут быть пластиковые карточки и расчетные счета. Но при этом юрлицы будут получать деньги. Они будут получать персональные единицы, которые могут потом обналичить деньги через систему. Всем деньги нужны. А может быть они эти же персональные единицы будут расплачиваться датчиков со своими поставщиками техники? Вот нам нужно внедрить вот такую систему, когда будет полностью расчет переведенного банка. Чтобы гонялись бонусы. А не деньги. А не деньги. Деньги были обеспечения по картам. Так же можно сделать. Причем, когда будет количество значительное, можно сделать одну вещь. Просто по команде сказать всем вывести деньги наличные с этих карт. И банковская система рубит. А карты останутся у всех с одночисленными бонусами, которые будут являться единой денежной системой. Кстати, как вариант, я про это надумал. Хорошая идея. Вот он, игровой финансовый апокалипсис. То есть денежная масса, которую мы будем аккумулировать на карты, это и будет основным залогом таким инструментом всей нашей бонусной программы. А с нас стоит и такой банк, который согласится? Единственное, мы только попадаем в зависимости от этого банка, который будет имитентом этих карт. Причем банки должны быть разные. Обязательно. Чтобы расшатать сразу всю банковскую систему, все банки. А я один банк купил. Разные. Вот сейчас в России люди ищут банки. То есть 20 банки не получается там у них. Ну как? Система такая странная, что один человек не может открыть у себя два раза счет. Ну да. Потому что идентификационный код один. Нет. Считать могут быть разные. Есть разница там? Интификационный код плюс... Могут быть. Для этого нужны разные карточки. Например, Visa Classic и Visa Gold. Тогда будет в две разных. А вот так, да? Да. Ну или как Сбербанк там? Что я с тобой писаю и ждал, что это вообще невозможно. Возможно, возможно. Это возможно. Те банки, которые часто согласятся, а потом согласятся. Потому что люди, которые приходят сюда, те, которые дают чувству. Которые тоже все завезут. Когда завезут все, там зависит от количества часа. Но возникли на 60-70. Поманку дал в один день. Снять всю наличность. И все. Те банки с системой в текторах. Та парнях. Системы руководят. Полетели наружные страны. Но здесь, в этом ходе в СССР, можно смотреть на нашу клюву геркула. Это станет единая, единственная, устойчивая, единственная для нас существующая. Мы точно тогда зависим от сотового оператора и от банков. Тогда у нас появляются долевые точки. Банки поэтому должны будет диверсифицировать. Тогда нам остановиться самим сотовым оператором. А потом нужно двигаться и сделать такой банк. Но отзывается и будет ценить его дальше. Это мы можем взывать на банк. Расчет нам коснуться. Ребята, это очень весело. Я всех по-братски люблю, но можно я отключусь, потому что здесь уже цепь была начинается. Ага, да, я понял. Ну хорошо, мы тогда на обед сходим или куда. Да, ты мне такая связь, как ты там собираешься, что так, чего? Ладно, чтоб я был в курсе. Да, хорошо. Все, я на след. Всем пока, счастья. Давай, Ребен, пока. Всем пока. Так. У нас тут еще час, да? Да. На самом деле, как сказать, людей надо наносить до Пантелеича. Все. Потому что на сегодняшний день получается, что… Вот это… А то там не поможет. То ли может банк не кормить. А то то же самое ДМА и те же самые усилия в Барде. Создание новых программ, практически дублирующих. Определиться как бы на одной. Мы с Вербер, общую стратегию, куда мы идем. Общую стратегию там знает, может там единицы, но конечные. Нет, потихонечку… Но… Создание мы с брасом существуем, да? Создание мы с брасом. Мы с брасом. И потихонечку переходим, не говоря никому, как бы, ну, с какой-то, как бы, конечной целью. Ну, опять же, МАН, когда и будет тот программ, который сейчас в Барде ведряется. А вы понимаете? Просто получается, что мы все дальше и дальше, как бы, уходим до Валов, как бы, ну… Сделяясь там, да. Сделяю и уходим. Мы уходим в Дебрик. Главное, что это. Что, хоть можно приедать в Москву и увидеть руководителя в лицо. Ты даже потрогать его, правильно? Да. Идем на шоке его. Черт, не все. Идем на шоке его. Пам! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...